Для тех, кто записи смотрит, это 10-я юбилейная часть знакомства с игрой Pilosof Eternity. Посмотрите обязательно, если наткнулись на эту запись лучше с самого начала, там немного. Вот, ну просто для понимания ситуации игровой, механики, сюжета, атмосферы, опять же, лучше начинается с самого начала. Ох, только что завалили. Нечто. Нечто ужасное. Если коротко, в прошлой версии наткнулись на мастерскую Гальвину, который, судя по записям, разрозненным из дневника, собирал из кусочков разные нестабильные конструкции, живые, ну не живые. Вот, и вот здесь, вот здесь было его наиболее удачное творение. Нечто, нечто, нечто опасное, жесткое. Евгения, приготовь, пожалуйста, чаек. Чаек. Вкусный только. Бесса, привет. Так, и есть, во-первых, место, тут после того, как мы с ним расправились, открылось два коридора. А, у меня еще привалов нет. Ой, я же еще рванул в прошлый раз, дико. Ой-ой-ой, так, этот не такой опасный, насколько я вижу. Бобер, ну что ж ты делаешь, ну? Бобер пройти не мог. Кинзейшин. Бах. Чатику пламенный привет. Всем экспертам, любимым. Убивайте уже, секунду-то про мяча осталось. Кто-нибудь, ребят, ну? Он успел попсу, да, блядь. У него луч боли. Непонятно, кто-то с кем он был. Ну, когда вот один такой товарищ, вообще без всяких проблем он разуплотняется. Когда их человек 15 самых разнообразных, кто-то взрывается, кто-то сам по себе ауе делает, или очень плотный. О, грибочки. Это грибочки или руда? Руда, кажись. Нет, это грибочки. Идем аккуратно, потому что тут ловушки могут быть. Ничего. Тут масса ловушек, причем большую часть из них я открыть, нейтрализовать не могу. Ой-ой-ой. Может, пока не поздно свалить за привалами. Не, ну тут осталось всего ничего. Не, на самом деле вот сюда и, скорее всего, вот сюда проход будет. То есть, вниз еще будет проход. Блин. Не, лучше за привалами сбегать. Да, не стоит торопиться, потому что и по хп, вы видите, танк меньше половины, ключевой бобер меньше половины жизни. У мага закончились фаерболы. Это очень не очень. Пистолет потестят. Так я же из него стреляю в те моменты, когда... Ой, кстати, заодно я хочу вот здесь посмотреть. Открылась? Открылась тоже, да? Не, не открылась. Видите, тут стенка. Но она... Такая же стенка была вот тут справа. Она была закрыта. Видимо, они... Эти проходы открываются по мере прохождения. Замани его в ловушке. На них, кажется, ловушки это не действует. Да и там он не один. И даже если там группа просто из 10 человек и дальше типа ничего, то это тоже не так. То есть там дальше поворот, и ты заходишь в более такой просторный зал. Я подозреваю, что в конце концов нас ждет тот самый... Как его звать-то? Не Гальвану, а как его там... Ну, в общем, чувак, который все это дело собирал руками. Враги тут какого левела? Бестиарий гнянь, какие-то сильно толстые. Да, мне кажется, что здесь где-то левел 12 должен быть у них. Но они точно выше меня. Бестиарий. Как их там конструкты, да? Конструкт. Этот девятый. Девятый. Так, ну ладно, этот конструкт, там же был еще вот этот вот бронированный. Но, скорее всего, разница не такая большая. Вот эти вот быстро убиваются конструктами. Как звать этих вот рыцарей, которые с мечами? Так что он на него смотрел. Не видно. Здесь хорошо можно приобрести привалами. Удобно. О, ты знаешь мужчину по имени Гальвино? Думаю, все знают Гальвино. Он живет в хижине чуть севернее этого места. Сначала лучше идти по дороге, потом сворачивай в лес. Только не заходи слишком далеко на север. Ближе к переходу на дорогу полно разбойников. Все знают его. Вот так вот. Все его знают, оказывается. Так, я сразу же... Сразу же сделал один привал. Нет, в бухте непокорности не все к вас сделали. Я там в трех локациях, в принципе, не был. Так, это были внутри носители, кажется. По крайней мере, часть из них были носителями. Ну, точно не духи. Так, охрана сообщает, что крепость будет атакована. Банда троллей и слезняков. Через три дня. Так, разобраться автоматически. Вот у меня там много наемников, поэтому... Так, давай-ка еще раз поторгуем. Сейчас совсем другое дело будет по привалам. Мало того, что я и вылечился полностью, так еще два привала получил. Отмычки? Отмычки есть. Отмычек, вон, раз, два, три, четыре. Десяток отмычек есть. И плюс еще наверняка здесь какие-то остались. Да, здесь еще 29 отмычек. Зачем отмычки мне нужны? Да, инсомния есть тут проблемы с переводом. Я же говорил, что тут такое впечатление, что переводила группа разработчиков с разным уровнем знания именно русского языка. Потому что вроде перевод... Ну, во-первых, известно, что переводили немцы, какая-то немецкая группа. Ну, возможно, кто-то из них просто русскоговорящий прям нативно, кто-то язык, может, подзабыл. Но так или иначе встречаются фразы, которые, ну, не то чтобы совсем неправильно переведены, но так по-русски не говорят. То есть читать даже сложно, учитывая то, что большинство, большую часть текста я стараюсь именно в... Ну, знаете, наверное, одно дело, как текст на бумаге читается, а другое, как ты его произносишь... Ну, как это в речи звучит. И некоторые темы звучат, ну, очень неестественно. О, волка забыл. Так, ну что, ребятушки, давайте-ка аккуратненько. А почему... Это было аккуратненько. Ой, мне кажется, АОЕшечку еще кастует. Ой, я попал. Я реально попал. Попал реально. Всеми отступаю, кроме танка. Сейчас будет АОЕ туда, сюда. Туда-сюда АОЕ. Я оставлю только одного танка. Все остальные попробуют свалить. Вон, видите? Раз. Два-три. Как задоджил! Как царь задоджил! И идут взрываться еще. Вот в прошлый раз, когда три штуки зашло, если танк настолько сильно, он реально сильно был пробит, то некоторые люди просто сразу падают по выносливостям. Мало того, что у него выносливости, в принципе, больше. То есть 70 выносливости. У мага, наверное, 80 в прин... Нет, у него 120. У него же еще вычет урона хороший. Так что... Так, ну... Возвращаться не хочется, но придется, к сожалению. Немножко подойти. Сейчас мы раскидаем. Раскидаем, раскидаем. И, наверное, все-таки надо взрывать этих товарищей. Не, вообще лучше... Лучше делать водоворот, это добавить контроля. И закидывать туда ОЕшки всеми. Возможно, стоит... Да не, не стоит подходить с этой подругой, с варваршей. Потому что там могут быть взрывы, а я их могу не пережить. Танк завязывает тех, кто подходит ближе. Стоиком бы еще... По крайней мере, точно стапнуть. Паранализовали одного. О, фаербол первый пошел. О, бобер попал. Но вот бобер зря из пистолета стреляет. То есть тут вычет урона против колющего пятнашечка. Надо либо стрелять по неуравновешенному конструкту. Наверное, так и сделаю. Либо менять на пушку. Еще один фаербол. И, наверное... Вообще, вместо фаерболов надо было молнию, конечно, кидать. Единственное, что надо стойко отвезти отсюда. И, наверное, накинуть блессы еще. Возможно, стоило сделать, чтобы отражался он лучше. Так, переносится опять. Ну, там мало хп осталось, на самом деле. Давай бесплатными штуками подолгу. Можно, наверное, варварш сюда приджойнивать уже. Так, конструкт почти мертв. Раз, два, стойко. Вот что можно тебе сделать такого хорошего? Что, с одной стороны, бесплатное. Бить по одной цели. Точнее, стрелять по одной цели. Своим посохом замечательным. С выявлением уязвимости. Меньше вычет урона. Меньше отклонения. И концентрация. Не может пройти. Варварш. Развалились уже, люди. Небольшая группа. А, не, мы просто одного зачармили уже. Сейчас он придет в себя. Ой, не, не. Какой это я фигуртал, господи. Я в свою варваршу спутался. А, бывает. Так, ловушки. Помним про ловушки. Огромное количество ловушек. Да, я просто помню, что вот отсюда видели, что там. Видите, здесь изгиб. И, видимо, дальше пойдет. Ловушкой. Просто разит ловушкой. Ой, да ладно. Похоже на комнату, на главную. Ой. Извините. Так, тут ничего. Ладно, подходим. Нет ловушек. Чуйка подвела. Ловушка тут. Ах. Ах. Не подвела, бобра, чуйка. Не подвела. А, у меня же второй пистолет. Ё-моё, забыл. У него же второй пистолет. Точно. Надо же потестить там новый легендарный пистоль. По-другому действует относительно. Да, видите, у него... Вот у первого пистолета, вот у этого, 6 зарядов по 9-14. Ну, там еще бафы, понятно. То есть, если вычет урона... Он игнорирует часть вычета урона, четверочки. Но если вычет урона, там, например, 15 колющего, да, то урон все равно проходит не очень хороший. А здесь, наоборот, выстрел 1, но 31-42. Ну, и он еще игнорирует больше урона. То есть, он стабильно наносит урон. По незащищенным целям, конечно, прекрасно из такого дробаша своеобразного пулять. Надо нестабильного конструкта для начала минуснуть. Вот у него, кстати, тоже десяточка вычет урона. Ой, ну... Ну, что ты будешь делать? Сбило. Молодец. Парализован. Хорошо. Побер и Сагани занимаются верхней. Да как? Ты ж парализован! Вот мне этот баг уже в который раз преследует. Смотрите. Чувак парализованный. Написано русским по-белому. Паралит 6-9 секунд. Он скастовал, пол хп у меня снял. What? Это как вообще понять? Как это понимать? Побер, добей. Хорош. Я вот не понимаю. Не баг, а фича. Ну, странная фича. Так, еще одна. Скомканная заметка об экспериментах. Этот скомканный клочок, бла-бла-бла. Мои попытки наделить эти создания разумом, соответствующим хотя бы уровню ребенка, провалились. Большинство не может держать пираньи, говоря уже о том, чтобы излагать свои мысли на бумаге. Я считал какое-то время, что у испытуемого номер 63 случился прорыв в ходе занятий, но обнаружил, что он просто повторял мои слова, не понимая их. Они не блистали умом и тогда, когда находились в своих первоначальных телах. Возможно, их сущности не хватает врожденной способности к обучению. Я попробовал их в более простых задачах, но и тут они не справляются из-за отсутствия настоящего сознания. Дьявол, конечно, забавляет их дразнить. Это как хвастать, что победил детей в драке. Если бы только у меня были мои прежние устройства. Так, аккуратненько. Сейчас, секунду, я двери закрою. Он не кастовал. Это мабудь. При получении урона автоматом каст идет, да? Раньше они такую штуку кастовали и в прошлой битве тоже кастовали ручками. Так, скорее тупик здесь у нас. Вижу рычаг. Ага, шоткат. Шорткат. О, у нас ключ есть. О, кат-сцены, ребятушки, открыли. Двое стоят. Опа, негр! Неужели взять его с собой можно? Портрет есть. Негр с пенсне. Какой абсурд. Пожилой мужчина сутулился над нагроможденным столом в задней части мастерской. Его плоть туго натянута на тонкие хрупкого вида кости, за исключением шеи, где кожа свисает петушиной бородкой. Он поворачивается при вашем появлении, и на его морщинистом лице уже видна недовольная гримаса. Снова ты? Я же сказал, он запинается, рассматривая вас сквозь запачканные пыльные очки. Воу-воу, ребята! Все нормально. Полегче. Конечно, новый глупец на замену предыдущим. Зачем ты вломился в мою мастерскую, а? Так. Я продаю встанные зубы, слышал, они тебе не помешают. У меня есть вопросы про арсенал Дургана и Белую Кузню. И акцент, который я слишком редко слышу среди этого космоязычного горного народа. Но перейдем сразу к делу. Мы ценим это, не так ли? Он оборачивается через плечок к бронзовому голему. Или ее можно в тьму. Все чуть с портретиками. Может, они в комплекте идут. Что угодно, лишь бы отдохнуть от твоей бесконечной болтовни. О, дьявол. Это дьявола забавит злить этих. То есть дьявол-то разумный получается. А, то есть ему в результате удалось все-таки до еще этого с прежними инструментами создать нечто разумное. Ага, это мне уже по нраву. Слышал это, Аймора? Еще один, кто может терпеть твои колкости и оскорбления. Он снова поворачивается к вам, но ты пришел в поисках белой кузни, как и все остальные. Мальчишки с гладкими щеками и дикими мечтами. Девчонки с яркими лентами, привязанными к ножнам. Он говорит нараспев, поднимая и опуская голоса на смешки. Старики и старухи, жаждущие в последний раз, ощутите рел славы, прежде чем они испустят дух и вернутся в колесо. Жизни, конечно же. Звучит знакомо? Он жестокой улыбкой смотрит на вас. Уголок его глаза подергивается. Я так понимаю, что ты и раньше это все говорила. А этот разговор у меня происходит с каждым тупоголовым головорезом, которого эти пастенага из Сталварда посылают сюда. Иди Гальвино, говорят они. Он точно тебе поможет. Должно быть, они осознали своими слабыми умами, насколько занятая и важна эта особа. Наступает тишина, и кажется, что температура в комнате упала. Гальвино сердито смотрит на меня. Нужно было дать им забросать тебя камнями. Это положило бы конец твоей болтовни навсегда. Складки кожи, висящие у него на шее, дрожат. Тогда компанию тебе бы составляли только те отмороженные выродки. Наверное, так бы выглядел Алот и Изельмир, если бы они были в разных телах. Разве? Я не похож ни на одного из них. Восприятие 14 не прокатывает. Жалкий старый дурак. Не отвлекайся, пожалуйста. Ульдрикс сказал, что ты можешь помочь. Единственное из тех, кто достаточно молод, чтобы мозги еще не прогнили. А учитывая, что его мать теперь руководит поселком, то кто ее такой, чтобы спорить? Он смеется с... сардоническим смехом. Я не знаю значения этого слова. Жители деревни и приключенцы долбят и пытаются взломать двери арсенала, словно берут штурмом крепость какого-то дряхлого лорда. Он машет кулаком в воздухе перед собой. Но эти камни заложили одни из лучших строителей, когда-либо существовавших. Адепты Абидона в самом истинном смысле. Они не обрушатся по чьей-либо прихоти, а сама дверь, она насыщена живой сущностью. Он поднимает руки перед собой, широко раскрыв глаза от восторга. Интеллектом блеснем. У самих гномов должен быть способ попасть внутрь. Бельфетто! В этом вся суть. Он хлопает в ладоши. Пагруны арсенала Дургана исчезли вместе со своей крепостью. Жертвы жестокого разногласия между их собственными комендантами. Его рот изгибается в злую хмылку. Язвительный. Сардонический язвительный и презрительный. Спасибо большое. Древнегреческий. Все дела. Уверен, ты наслушался в деревне истории, нет? Исчезающие караваны, следы в снегу, крики с высоких башен. Он делает паузу, изучая ваше выражение с ликованием рассказчика. Работа духов, оставшихся в арсенале, и доказательство того, что эти стены непроходимы. Он стучит по скрепленным растворам камням своего дома. Но дверь крепости, та, которую Паркруны заполнили сущностью, она сделана, чтобы слушать, узнавать своих хозяев. Продал, что значит нужно, чтобы дверь меня узнала? Мы к классической этой загадке, гэндальфской, подходим. В традиционных культурах оттану ключевую роль играл язык, слова раскрывали их суть и происхождение. Поэтому тебе нужен Кантек. Во-первых, я не горный гном, и знания у меня не шесть. Все. Он вздымает вверх, подергивающийся палец. Что такое Кантек? Некоторые сравнивают его со стихотворением, другие с гимном. На самом деле, это больше, чем то или другое. Он вытягивает руку снова, словно балансируя что-то на ней. Кантек – заявление о намерениях, удостоверение в принадлежности, для каждой крепости он свой. Ха! Запри дверь на ключ из слов, и любой лжец сможет ее открыть. Ничего из того, что сделано из слов, не выдержит малейшего давления. Собственно, чтобы попасть в такую крепость, как Арсенал, нужно встать у ворот и прочитать вслух ее Кантек. Что же нужно? Отлично, где мне найти? Чтобы выучить Кантек, тебе нужно поговорить с одним из гномов Арсенала Дургана. Как жаль, что они все мертвы. Да. Он рассказывает по комнате, потирая руки. Можешь мне гнома собрать? Разумного. Но я уверен, что их души живут в паре жителей Сталварта, как изысканное вино, налитое в дешевую посуду. Он сгибает губы в насмешке. Он задирает указательный палец в потолку, но чтобы опознать их, это первая проблема. Тебе понадобятся навыки анимансера. Ты же анимансер, а я хранитель. Голова голема поворачивается одним медленным плавным движением. Да, Галвино, почему-то тебе не вернуться в Сталварт. Я готова заржаветь, только для того, чтобы на это посмотреть. Нахватит! Он, хватая чернилицу со стола и швыряет ее в голема, она пролетает мимо и покрывает сыну брызгами чернил. Неподвижный голем смотрит на него своими черными стеклянными глазами. Я хочу больше говорить об этой проклятой деревне. Рот и брови Галвино застыли в суровом выражении. Я хранитель! Голем резко поворачивает голову к вам. Ее маска лица и стеклянные глаза не передают никаких эмоций, но, похоже, она внимательно на вас смотрит. Хранитель? Диверус? Если это правда, то ты, безусловно, сможешь найти наследника души из арсенала Дургана. Но остается задача посложнее. Трясет свои впалые щеки, заросшие бакенбардами. Тебе нужно узнать контекст успящей души, а для этого тебе придется ее пробудить. Стоп, ну, есть мне замочить нужно кого-то? Пробудите, как мне это сделать? Пробуждение — это просто приход успящей души в сознание. Он резко расправляет пальцы рук, изображая подобие взрыва. Обычно такое происходит всегда, когда что-то напоминает личности о прошлой жизни, и часто в очень жестоких обстоятельствах. Он бьет ладони по своему верстаку с удивительной энергичностью, а ладу вздрагивает. Таким образом, чтобы пробудить одного из бывших гномов арсенала Дургана, тебе нужно будет обратиться к этой душе, лучше всего по имени. Он складывает руки ладонями друг к другу, словно в молитве. Но это нужно сделать с осторожностью. Когда будешь изучать эти души, или что вы там хранители делаете, тебе могут являться образы, воспоминания, наклоняться вперед с горблю в спину. Эти мгновения особенно важны. То, что ты там увидишь, многое расскажет о той душе, и, возможно, о том состоянии, в котором она пробудится. Он поднимает свои седые брови и отклоняет голову назад. «Пробуди душу от травмирующего воспоминания, и кто знает, может они пробудятся с жаждой крови, а может быть, ты пробудишь кого-то другого». Он снова фыркает от смеха. «Ты, как никто, понимаешь последствия пробуждения, повелитель огня. Но, возможно, в этом процессе есть и положительные аспекты». «Во, я настроил его на эпоху арсенала Дургана. Используй возле жителей поселка, и сможешь определить тех, чья душа по возрасту соответствует временам арсенала». Дает мне предмет, усилитель, пси-усилитель. Все, икс-комчик пошел. Усилитель резонанса Гальвина. «Так... Спасибо. У тебя впереди много работы, как у меня. 1600 опыта дали». «Я пойду с ним». «Да ладно!» Галем переводит взгляд от вас Гальвина, поворачивая голову. Прикольный персонаж. «Ты пойдешь в Сталлард? Это у тебя такое мрачное чувство юмора, или что-то заржавело в твоей прекрасной голове, которую я смыстрил?» Гальвина смотрит на нее, открыв рот от удивления. «Никто меня не тронет, так я с ним. А я помогу помочь найти, кого нужно в Сталларде». Отполированное лицо Галема, пугающе бесстрастно. «Ты? Ты не бывала в Сталларде 13 лет, а этот хранитель в виде души. Чем ты сможешь помочь? Кроме того, ты мне нужна здесь. Ты обязана тем, что осталось от твоей порочной жизни мне». Он недовольно кривит губы и бьет по груди согнутым пальцем. Галем молчит, но в ней тлеет сущность. От нее переливающимися волнами исходит неприязнь. Она поворачивает голову, чтобы посмотреть на вас. «Я бы хотел, чтобы она путешествовала со мной». «Не-не-не-не, ты не знаешь, о чем просишь». Он качает головой и размахивает руками. Эта женщина, дьявол из Каррока, была известным убийцей. Зажигала, я думал, сжигала народ заживо по всему региону. Кроме того, она работает на меня. Как-никак, я же ее сохранил, а я тебе заплачу. Она ценный помощник, и я потратил много сил, чтобы ее создать. Мне нужна плата за ее услуги. Я уверен, ты понимаешь. Изи, 700, бери. Хорошая цена за подмастерь и кузнецом. Я типа польщена. Ой, молодец, мне нравится. Во-первых, ее чувство юмора с одновременной невозмутимостью. Это как троллиц с абсолютно не меняющимся выражением лица. И кто-то появится неживой в нашей пати. Я бы... И девушка еще. Кто против? Кто против? Никто не против. Так, я, наверное, избавлюсь от Сагани, потому что, ну... Или, может, все-таки от Варварши. Нам, скорее, милишник второй нужен. Ну, Варварши... Варварши... Просто мне сейчас нужно менять. А навантюрист, на взлом, ловушке, скрытность, то, чего у тебя так не хватало. Наверное, Сагани уберу. Farewell. Просто мечи нужно менять, и... Ну, мне в любом случае надо будет от нее взять. Хорошо, договорились. Он смотрит на вас опять с сарданистической улыбкой. Ухмыл. О, услуга. Минутка, ты же возвращаешься в Сталвара, да? Можешь сделать показательную услугу. Конечно. В деревне живет мужчина по имени Гринде, главный рыболов. Так. Все в Сталварте целуют ему ноги, потому что он наполняет их вонючие тарелки окунями. Но я знаю, что он не такой благородный, как кажется. Что именно нужно сделать? Унись его, конечно. Показать соседям его истинную сущность. И оставить его жить с этим позором, он дрожащей рукой указывает на направление деревни. Он всегда употреблял волнистую губку, просто научился хорошо это скрывать. Когда его праведная сестра умерла, и должность главного на рыболовной ферме перешла ему. Какие мелочные у него мысли. Но он хранит заначку в рыбной ферме, пробирает с этого до ночи, когда уже все уходят домой, и через несколько часов выходит заторможенным из красной... А, Нарик, это ж губка, это ж наркотик точно. Я хочу, чтобы ты вывел его на чистую воду. Заберись в рыбную ферму после заката, когда она пустеет. Найди его, волнуйся губку и покажи ее Рененгильде. Хорошо. Меня издали из деревни из-за этого лицемера, но еще пусущего всюду свой нос. Он настроил всех против меня. Теперь я хочу, чтобы он ощутил на себе презрение этих безмозглых имбецилов. Понятно. Не отвечай сейчас, но когда вернешься в эту гнойную дыру и почувствуешь воню рыбы в воздухе, подумай о моих словах. Кроме того, ты же любишь хорошую шутку, не так ли? Диверус, эта шутка будет отличной. Но, да, приходи ночью. Я понял. Ладно, не будем... Что, ловелапчик? Да, ловелапчику нашей новой подруге. Итак, кто это? Авантюрист. Авантюрист с пикой. Пика хороша сразу же тем, что она позволит бить из-за танка. Найти жителя, чей духовный предок был гномом. Так, ну тогда механика. У нее механика сразу же плюс два, как авантюрист. И я буду ее качать до фулл, до девяточки. Нож в спину. Значительно увеличивает урон в состоянии скрытности или невидимости. Авантюрист может использовать оружие ближнего или дальнего. Он должен находиться в пределах двух метров от цели. 150%. Для первого выстрела прекрасно, на самом деле. В стелс уходить. Вообще, в отличие от Балдрус Гейта, тут механика ухода в стелс, она не менее понятна. То есть в Балдрус Гейте нормальное состояние, когда ты обычным скиллом уходишь вором в инвиз и заходишь за спину. Возможно, здесь будет просто обилка уйти в инвиз без умения вот через альт это сделать. Через альт я не знаю, как вообще уходить. Когда битва начинается, никто уже в альт не уходит. Вот. Ну, у нее только нож в спину из классовых. Нож в спину. В принципе, если, например, на танке люди завязываются, то они его как раз окружают, что можно с фланга подойти, и это уже будет спина. Наверное, стоит. Уход в тень там дальше есть? В смысле, по уровню дальше. Смотри, скиллы, которые сначала есть. А, я могу уже скипнуть, да, просто? Нет, 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 нет. Не могу скипнуть, я уже выбрал. Ну, бас. Так, да, атлетику на единичку, ну, выживание на единичку. Это, ну, атлетику, скорее всего, я ее побольше прокачаю, но все равно сначала механику нужно довести. Так, способности. Четыре способности на выбор. Калечащий удар атакует, амтерист атакует способность своего врага эффективно передвигаться, нася дополнительный урон, вызывая хромоту у любого пораженного врага. Хромота 11 секунд, полная атака, колющий, понятно. Безрассудное нападение вступает в бой, не задумываясь, снижая нападение. Бафается, собственно, точность на 8 и урон на 20. Отклонение незначительно дебафается, очень хороший скилл. Бегство лесом. Грязная драка. Пассивочка 10% обычных становится критами. Выбор между двумя. Безрассудное или грязное. Для простоты, конечно, проще, ну, лучше грязную взять. То есть это стабильный такой баф на человека, который на критах завязан. Я не оперирую сейчас цифрами. Единственное, относительно чего ориентируюсь, это типы оружия или там заклинания, которые меняют эту характеристику там на 15-30%. Так приблизительно на скидочку. Баф послабее, но зато он как бы постоянный. Ну и с другой стороны, здесь точность восьмерка сразу. И урон двадцатка. Вам интересно, значит, доп. урон, когда бьется спина. Давайте грязную атаку возьмем, если что, переучимся. Мне просто слишком много его надо будет контролить. Боюсь, что не получится. Так, еще механика на восьмерочку. Вот, две обилки. Яростное сражение. Меняет грязную атаку. Ох. Улучшает мастерство благодаря обходным маневрам процент попаданий, которые преобразуются в критические. Еще плюс 10, короче говоря. Ну а тут сокрытие в тени. Два сокрытия. И это топчик. Это вот то, что я хочу. То, что я люблю. Ну, может быть, яростное сражение будет тоже возможно взять. Но это ключевая штука. То есть, ты врубаешь во время сражения, можешь забежать, например, к пристам за спину. И там, ну не то чтобы ваншоты, но с нескольких ударов можно вырубать. А как только тебя там угрожает что-то, как раз вот второе скрывание в тени, ну либо там приз поможет как-то, и ты уходишь. Да, у нас же еще скрытность от авантюриста. Механика на восьмерке. Скрытность, да. Так, калечащий удар лесом. Безрассудное нападение возможно, бегства нет. Последний удар. Авантюрист ждет, чтобы прикончить раненого противника точным смертельным ударом. Урон, который тем больше, чем меньше выносливости у цели. На добивание великолепная штука. Точность, бонусный урон и урон по относительной доле потерянной выносливости, плюс 50. Это, видимо, это максимальный баф, который мы можем получить, 50% урона. Или это по градации. Ответный удар. Возможность контратаки. Атаки ближнего боя, которые нацеливаются на отклонение и промахиваются, имеют шанс получить ответный. Какой шанс? Непонятно. Только при ближнем бою. Опыт в искусстве более способствует, что весь рубящий колеченый, вызывая также постепенный чистый урон. Ох, это вообще другая тема. Маленький урон, но чистый. Не-не-не, не будем, не будем. Слишком маленький урон. Тут либо последний удар, либо ответочка, но ответочка вообще непонятна. С какой вероятностью при промахе будет... Да нет, я не собираюсь вытанковывать им. Не собираюсь на этом строить всю механику авантюриста. Я не буду находиться в оглушении с огромной защитой. И парировать, короче, все удары, которые по отклонению промахиваются, с непонятной вероятностью. Я буду добивать людей. Либо последним ударом, либо безрассудно. Последний удар. Скрытность персонажа любого попытаться избежать, перейти в чем выше, тем ближе. Блин, я бы еще выживание апнул. Потому что второе дыхание ей очень пойдет. Так. Сокрушительный удар. Собственно, тот самый... А, нет. Это мы сокрушительный удар увеличиваем. Либо увеличиваем пассивку и яростное сражение. Внимательно. Расширяет знания авантюриста о критически важных точках на теле, увеличивая урон, наносимый последним ударом. Меняет последний удар. Урон добивающим ударом плюс 2%. Какое плюс 2%? О чем? Тут явно какая-то хрень с переводом. Может, плюс 2% от потерянной выносливости от каждой градации? Ну, яростное сражение круче. Как бы, если по схим с цифрами смотреть. Тут увеличение х2. 20% обычных попаданий будут критовыми. А тут непонятный бонус от добивающего удара. Скорее всего, неправильный перевод, повторюсь. Есть у нас на такие по механике. Что имеется в виду вот в этом сокрушительном ударе в уроне, добивающем ударом плюс 2%? Может, тут 20% должно было быть. Кто-нибудь знает? Ей множество ликрита нужно апать. И урон нужно апать. Смотри, у противника 50% хп, это бьешь с абилкой доп. урон, если 30, бьешь 70 и т.д. Да это я понимаю. Я хочу узнать, что меняет вот этот вот баф плюс 2%. Вот к этому особо вопросов нет. То есть, бонусный урон в зависимости от недостающей выносливости. Окей. Что меняется вот от этих 2%? Урон добивающим ударом плюс 2%. Все? Я тоже не знаю. Поэтому беру яростное осторожение и 20%. Если по описанию, то общий урон 2%. Но если по описанию, то это чушь, а не баф. Поэтому едем дальше. Так. Ну вот ты будешь у него 50, будешь бить на 52 доп. урона. Это ерунда. Это не так. Скорее всего, это не так. Это неправильный перевод. Потому что это не укладывается вообще в... В левелапы, в концепцию левелапов. Обычно способность значительно усиливается. А не на 4% от ее... Он усиливает дамаг на 2% за каждый процент. Скорее всего, так. Скорее всего, так, да. Вот если так, то очень хорошо. То это x2 получается. В зависимости от недостающей выносливости. Но я уже взял другое. Выживание можно добить до 4-очки. Чтобы у нас был бонус к меткости против определенных типов противников. Важная вещь. Десяточка. Ешки-матрешки. Тут новые вещи. Ну, старые. Оставляем ответный удар. Оставляем. Авантюрист начинает ловкое уклонение. Авантюрист начинает особенно искусно уклоняться от атак. Превращая многие из легких попаданий в промахи. Ну, это, видимо, на человека, который будет, опять же, тот, кто танкует. Да, то есть, какой-нибудь рога, щит, защита дополнительная, парирование ударов. И 75% легких попаданий становится промахами. Класс. Но не для меня. Скоординированное перемещение. Скоординированное перемещение. Одним быстрым движением авантюрист мгновенно меняется местами с одной из ближайших целей, выходя из боя. При нацеливании на союзника происходит автоматически. При нацеливании на врага необходимо провести проверку на реакции. Ясно. Очень хорошая тема для того, чтобы, например, быстро поменяться там с танком со своими местами. Ну, для того, чтобы, например, уйти из тыла врага, не используя... Но я буду, наверное, отталкиваться от инвиза все-таки. Опа. Если авантюрист участвует в окружении, в цели жертва также становится отвлеченной. Пассивочка. То есть, если ты джойнишься помогать танку... А, нет. То есть, там нужно, чтобы было больше двух, да? А для некоторых и больше трех окружение считается. Я бы взял все равно ловкое уклонение. Очень серьезно мне поможет избегать урона. То есть, значительная часть легких попаданий... А легкие попадания мы как получаем? Ну, защиту надо качать, блин. Или скоординированное взять. Два раза за бой. А, можем взять безрассудное нападение. То, что я хотел взять. И бонус к точности, и бонус к урону. И бонус. Фух. Так, выживание до четвертого левела. Докачали дальше не нужно. Я бы подсейл, наверное, для механики... Да, нет, давайте на девятку механику делаем. Сейчас она пригодится как раз. Опять у меня сокрушительный удар. Не, подождите. У нас тут два бафа. Либо мы все-таки берем вот эти вот плюс 2 процента. Ну, х2 сокрушительного удара. Либо мы грейдим отклоняющиеся нападения. Меняет безрассудное отклонение плюс 5. То есть, меньше штрафа по отклонению по цели. Это чушь. Я сокрушительный удар возьму. Ну, потому что разница в 5 отклонения для человека, который взял там пассивку, типа конверт обычных в миссы, и у которого есть невидимость, это не такая критичная штука. Ну, все. У нас новый герой. Та, что смогла убежать. Присматривать за дьяволом и скороком. Мне нравится этот персонаж. Нравится. И единственное, что мне не нравится, то, что она голая практически. У нее есть так себе доспех. Очень-очень доспех. Учетерона низкий. Скорость восстановления высокая. Так, накидываем плащ свободный. Это раз. Точность. Давайте поясок тут на точность, если выносливость ниже. Бутылочки. Пусть вычет урона. Пусть меткость. Пусть... Пш-пш-пш. Выносливость. Кольца у меня еще были толковые. Ну, той мадамы были кольца. О, у меня же есть доспех тяжелый, кстати. У него скорость восстановления практически такая же, а вычет урона колоссальная. Давайте попробуем ей дать этот доспех. Она не будет бить из-за танка. У нее копье не пика. Будьте осторожны. Да и надо в любом случае оружие менять. Может, ей вообще боевой посох? Не-не-не. Стоп. Вообще можно в... Я же не взял еще уровень... Ну, специализацию по оружию не взял. И хорошо, что не взял. Потому что, возможно, мне не пика эта вовсе нужна. А мне нужна какая-нибудь дуалочка для максимального урона. Я же буду за спиной бегать, не рядом с танком стоять. Поэтому мне нужно что-то с критом. Что у нас с критом? Какие-нибудь... Ну, есть на самом деле у... Вот у этой подруги. Стилет с высокой скоростью атаки. Или ей лучше... Да, давайте стилетик возьмем. Это раз. Можно дать пока жгучий рез. Вот так. Средненькая пушечка. И медленная скорость атаки. Точность хорошая. 61-57 уже хорошая. А можно 73 оставить. Вообще будет разуплотнять. Защиты слабенькие. Аааа, нельзя снять предмет. Да ладно. Изобретатель Гальвина выковал покрытые узорами тело дьявола из корока и из бронзы, украсив его вставками из изящных серебряных панелей и зателевыми гравюрами в олиянском стиле. Вся эта мастерская исполненная конструкция удерживается на бесчисленном множестве крошечных медных стержней и шарниров и служит подвижным сосудом для души. По эстетическим или функциональным причинам Гальвина выполнил глаза из оникса. Их отполированная поверхность равнодушно... Классный портрет, только сейчас рассмотреть успел. Отражает окружение дьявола, хотя периодически внутри что-то блестит. То ли какой-то дефект камня, то ли искры злобы. Давайте попробуем сразу зачаровать. Хорошая качество вычет урона, да. Какой потенциал? 14, да? Стоп! А эксперты, подскажите, пожалуйста, я смогу качество повышать постепенно или я вот остановлюсь на одном и дальше не смогу ничего сделать? То есть стоит ли делать лаловые темы или... Короче, можно ли зачаровывать новым качеством выше? Можно, да? Сможешь. Все, отлично тогда. Тогда минус урон. Поставлю еще, наверное, ловкость. Хотя у нее... А что у нее по характеристикам-то в конце концов? Зачем, как раз. Я же не посмотрел. 14, 11, 10, 16. Ловкость 10. Ловкость 10. У антиристы ловкость 10. Какие у нее способности? Ослепляющий удар. Урон плюс 25%. Грязный этак, который лишает противника возможности видеть. Грязная драка. Это криты наши. Последний удар. Это у нас обилка. Бонусный. Живой механизм. Неуязвима она к ядам, болезням. Не может использовать еду, напитки, наркотики. Напитки не может использовать. Невосприимчивость к эффекту недомогания, потеря сознания, доминирование, заворожение, дезориентация. Сила единичка, телосложение единичка. Класс. Дьявол из корока. Необыкновенное создание. Ее искусственное тело неуязвимо к воздействию яда, болезни, но не может обрабатывать еду, напитки и наркотики. По словам Гальвина, магия зелья действует на дьявола, несмотря на ее странную физиологию. Но обычная полевая помощь может быть бесполезна. Дуалы компенсируют малой ловкости доспех. Безрассудное нападение. Это у нас, да. Второе дыхание. Это понятно. Скрытая атака. Во, это пассивочка базовая. Урон в ближнем бою 50, урон в дальнем 50. Использует способность авантириста подойти незамеченно, добавляя урон при ослеплении, окружении, хромоте, пролечая, брыщ. Вот хорошо. То есть любая дизельная, хотя хромота была бы родная у меня, вообще было бы замечательно. Ей можно взять какое-то кольцо на хромоту. Например. А сабли-то у меня с чем, кстати, это? Заражение личинками и колючки мерзкие. Мерзкие, мерзкие колючки. Недомогание. Недомогание входит в список. Нет, недомогание это просто добавчик. Оглушение, застревание. Вот застревание хорошо тоже. После пролеча от бобра зайдет весьма неплохо. Хорошо. Вообще я бы на... Я бы ей на силу апл. Потому что сила это урон. Ей нужна именно единовременная такая атака. А не... Ну скорость, конечно, тоже важна, но у него бонусы идут по... Такие разовые. Эй, не могу силу апнуть. Ладно, давай тогда ловкость, скорость атака и немножко точности. Так, стоит ли этот догерок? Огненный урон, единица восстановления, выносливость, игнорируемый урон. На меткость, точность восемь. Хорошо. Не жалей. Меткость шестьдесят пять пятьдесят четыре. А тебе? Меткость, хорошо, давай. Хотя... Какой-то Дрейк, а последний? Не, пока не буду. Не досмотрел... Не досмотрел я... Что там? Любимое... Оружие крестьянин... What? Безрассудное нападение включить мадалочка, да? Минус склонение, большая точность, урон ближнему. Хорошо. Семьдесят три точность, класс. Ой, сколько тут всего! Господи, и все можно брать. Очень хорошо. Что это? Светок луча огня. А, он говорит, твою мать, что ты делаешь? Он все-таки... Против. Он не заметит. Так, хорошо. У нас, во-первых, есть... Ну, во-первых, приветствуем нового члена пати. Это просто многообещающий... Многообещающий герой, что по уносливости... 126, здоровье 500. Да. Со здоровьем беда. О, этот упырь сразу же побежал. Сразу побежал, понимаете? Сейчас будет заряжать. Не буду я меткость пока бафать. Ой, не-не-не-не-не. Давайте-ка мы все побежим. Все побежим назад. Ну, почти. Ребята, ну назад, ну назад, давайте. Короче, все. Бобер уже попал на ТВ. Попробую идти. Достаю немножко. Да что же вы не атакуете-то, ребята? Вы чего? Так, и эту подругу. Кстати, я надо, наверное, ее перенести поближе куда-нибудь сюда, потому что ее... О, здесь вообще лучше не подходить. Лучше... Там столько взрывающихся бобров. Вон там идут. Что лучше не стоит. А что ж ты будешь делать? Так, а ну-ка, давай-ка полечим. Полечим бобра. Как они кучно лежат. Попробую порезать немного. Ой! Слышите. Добили, хорошо. Я думаю, сейчас рванет просто. Но не рвануло. Тоже не рвануло. Сейчас рванет. Держись, подруга. Все-таки одна взорвалась. Падает бобер. Да что тут говорить? Все падают. Бобра уже не поднять. Только сейчас не вторую. А как вообще стоик-то? Так, не подходи. Не подходи, подруга. Не подходи. Ой. Плохо, плохо, конечно. Но ничего. Все будет нормально. А может и нет. А может быть и нет. Я очень много тут косяков понадопускал. Просто жуть. Просто жуть. Ничего, ничего. Разберемся как-нибудь. Паралич сработал. Что немаловажно. Наша подруга тут без ярости или как она там называется. Безюмие. Убили. Все падают танку пофигу. Ну, танк так и собирался. У него же еще резист к огню. И доспех хороший. И выносливость с хп больше, чем у остальных. Молодец. Для этого и собирался он. В общем-то. Но пока ассасин. 126 выносливости. Вон. Ой, падает. Ёп. ПрСТ. Только танка похвалили. Танк упал. Ничего, ничего. Мы его добьем. Не переживайте. Пас 46-то тут. Изи. Огнем. Я сам виноват. Очень аркадно сыграл. Взрыв пропустил. И все. Там взрывы такие. Здорово. Ребят, ну надо добить. Молодцы. Молодцы. Встаем, встаем. Что за реклама у бобра? Совсем скатился. Да какая реклама? Мортирчик. Опа. Рапира. Это как раз то, что мне нужно. Для ассасина. Потому что высокая скорость атаки. Рапира. Рапира. Миша, у тебя в чатике рекламы удаляет человека. Где там что? Чатика рекламы? А, вот это вот. Ну там помощники же есть. Они же забанят. И все. Не знаю, что смотрят. Так. Отдыхать или не отдыхать? Вроде с хп есть проблемы. Такие. Небольшие. Но здесь вроде вообще тупик. Ключ. От камеры. А, это та камера. Если бы я ее не открыл, используя свиток и аркебузы хорошего качества. Окей. Урон при критероге на пушку. Жгучерез я в любом случае меняю. Саблю пока грейдить не буду. В жгучерезах из хороших тем вообще рапира дополнительная, ну в смысле доп. оружия меткость 78. 78. Мега точная штука. Но нифига не наносит урон. Но учитывая то, что она быстрая, я пожалуй ее оставлю. Так, где мы еще здесь не были? Вроде все про... Или слева. Вот здесь вроде есть проход, но я не могу никак его открыть. Здесь ключ, скорее всего, был от этой комнаты. Тут печок. Окей. Лучше привал сделать. Так, чтобы в случае, если нас по дороге кто-то за... застанет врасплох. Не было никаких проблем. У нас серия задач. Во-первых, рыбака. Надо как-то подставить, чтобы его выгнали из деревни. Губку надо ночью стащить. Какую-то. И второе, что самое главное, найти жителя. Так, я же могу отсюда перейти быстро. Встал Варти найти жителя, у которого прошлая душа была гномом в этом временном промежутке. Комна-то-то не проверил. Так оно было видно, что оно закрыто. Хотя стоит, наверное. О! В деревне было немного веселее, когда я была здесь в последний раз. Это, конечно, не очень многое говорит. Дьявол вращает головой, оглядываясь. Что ты помнишь о Стал Варти? Ужасный холод и постоянная война рыбы. Я сейчас говорю только о жителях. А почему ты хотела вернуться? Хуже, чем в мастерской Гальвины, нигде не будет. Ты не слышал, как поет этот старый хрыч. Как насчет тебя? У нас тут было много, кого кто пытался взломать арсенал, но хранителей еще не попадалось. Стал Варти попросил о помощи. Им нужно много чего. Самое главное — огромная лавина. Но не буду отвлекать тебя от видов и звуков Стал Варти. Их легко пропустить. Давай двигаться дальше. Так, ха-ра-шо. Во-первых, у меня по стройке там все ровненько, да? Через 10 часов, да, делается. Во-первых, рыбак у нас... Рыбная ферма, скорее всего, туда нужно прийти. Но ночью, опять же, надо как-то подождать. Опа! Нет, тут скрипт сразу срабатывает. Глаза чучела, она на меня напала. Да, нужно малую реально забрать и вернуть у нее шмот. У меня там... А что там внутри? С выброшенных голов сегодняшнего улова, плавающих в остро пахнущем море плавников и внутренности, на вас жалобно смотрит дюжина пары выпечных глаз. Перебрать рыбные отбросы. Ваша рука натыкается на что-то круглое и обтянутая кожей, размером примерно с дыню. Этот примет гладкий и без чешуи, а некоторые части покрыты волосами. Возможно, это выброшенная голова, но точно не рыбья. Вытянуть голову? Ткнуть? Вытянуть голову. Взявшись... Взявшись руками за голову, вы начинаете вытягивать ее на поверхность, но она внезапно вырывается, и ее хозяин выпрыгивает из бочки, заливая прилавок потоком рыбьих потрохов. О-о-о! Закуа, незнакомец, выпрыгнувший из бочки, стоит перед вами. Он почти гол, за исключением набедренной повязки, и покрыт рыбьими потрохами. Все его тело покрыто шрамами от рваных ран, проколов и ударов кнута. Большая часть уже поблекла, как старые воспоминания. Несмотря на это, тело мужчины невероятно в хорошей форме, и обвившее по бокам и на локтях кожа остается единственным признаком возраста. На его лице умиротворенное выражение, но все остальное тело выглядело готовым к чему угодно. Ты должен простить, Закуа. Я не ожидал тебя. В бочке с рыбой. Он сначала смотрит вам в глаза, но его взгляд время от времени блуждает и останавливается на странных частях вашего лица, словно отвлекаясь на новое открытие. Если он вообще смущается, то никак этого не показывает. Что ты делал в этой бочке? Он растерянно почесывает за ухом. Просто давал глазам отдохнуть, как мне казалось. Ждал, пока Малкачоа приведет меня к озарению. Он качает головой. Могло показаться, что я дремал. Хорошо, что мой учитель уже не может это увидеть. Он моргает, наклонившись к вам, чтобы лучше рассмотреть. Такое впечатление, что его величенные зрачки сейчас выйдут за пределы блеклых радужек. Ты настоящий? Солгать да, солгать нет. Сказать да, сказать нет. Что за варианты интересные? Разве можно сказать наверняка? Тогда оставим пока этот вопрос, пока не закончится действие Малкачоя. Да, то есть он тоже под чем-то. Малкачоя. Маленький белый гриб. Я слышал, что его в этих краях называют Белошляпка. Да, есть такой. Он может открывать истинную суть многих вещей. Да ну? Я все равно не понимаю, почему ты сидел в этой бочке. Освобождался от своего тщеславия. Великолепный вообще способ. Вот если вот чувствуете, что вы чемпион и как бы молодец. Чувствуете, что грех есть тщеславие. Вот вам бочка с вонючей рыбой. Раздеваетесь почти догола и туда. Ох, чтобы в потрохах, в этой вонии. Ой, надо попробовать. От тщеславия или от здравомыслия. Хотя, если скушать определенного, ну какого-нибудь гриба, наверное, по решительности будет больше. Подумай, как кто-то может быть тщеславен, воняя мертвой рыбой. Действительно. Сложно с этим спорить. У меня появилась такая идея в прошлый раз, когда я проходил мимо. Пока что я довольна результатом. Он улыбается женщине, которая с отвращением на лице следит за ним, проходя мимо. Отвлекшись. Отвлекшись. Она спотыкается о камень и ничуть не падает лицом вниз. Он ударяет в ладоши. Да. Весьма доволен. Похоже, ты не местный. Я посетил монастырь неподалеку, он оказался пустым, но на выходе я встретил посланника. Он нес просьбу о помощи. Понимая, что он не найдет монахов в монастыре, я решил пойти вместо них. Закуа уже не молод, но в бою он еще самый лучший из стаканов. Казалось правильным, что пойдет именно он. Сталверт меня тоже нанял. Я бы не сказал, что меня наняли. Мне не нужна оплата, и я не обещаю результата. Я выбрал путь, и я получаю награды, идя по нему. Он беспокойно хмурит брови и почти морщась. А эта крепость, этот арсенал Дургана, народа, который его населял, больше нет. Закуа хочет знать, почему. Мне пригодилась помощь опытного воина. Он поднимает лицо наверх, устремив глаза на небо. Он стоит без движения, словно в трансе. Наконец, он моргает, словно проснувшись, и снова смотрит на вас. И весело пожимает плечами. Тому, кто хочет плыть, некогда спорить с течением. Мы здесь вместе, в этот момент времени, потому что такова воля совершенной силы. Кто такой Закуа, чтобы с ней спорить? Он смотрит вам прямо в глаза, и на этот раз взгляд его тверд. Я буду идти с тобой, пока Боги того желают. С ума сойти, сейчас всю пати поменяем. Продолжим наш путь. Я увольняю вот это вот там... Ну, временно, временно, временно. Посмотрим, кто он. Монах! О, боже, нет! Стоило догадаться. Просто монах, как класс, как говорят, только в лейте себя хорошо раскрывает. Но я бы попробовал все равно. Атлетика точно ему на макс нужна. Да, у него своя родная атлетика. И выживание родное. Слабые раны. Порог ран минус 2. Снижает порог чувствительности. У него какая тема? Он получает урон, и, наверное, он вместо танка вообще должен идти. Получает урон, получает некие раны, и после этого может какие-то способности юзать. Настало время поговорить о Боге, а вот варваршу точно надо раздеть. Да, варваршу у нас сейчас уйдет. Смысл монка в том, что он не вяжет никого и дико дпсит. Так, монах немедленно наносит себе достаточно чистого урона, чтобы получить рану. Рана плюс 1. Три штуки. Он может быть танком, есть билды. Ну, тут понятно, как его. Сложно изначально делать билд, когда ты не знаешь, что там по ранам. Короче, порог давайте снизим раз. Выживание повышаем два. Способности монаха. Требуется одна рана, мгновенно. Скорость атаки на 25 на 10 секунд. Монах способен превращать физическую боль в чистую энергию. То есть увеличивается урон за каждую рану. Пассивочка. Гигантский шаг. Скорость перемещения лесом идет. Сила мучений. Мощная атака, которая в случае успеха отбрасывает цель на значительное расстояние. Либо первое, либо второе. Мне нравится второе, потому что у него потенциал для роста отличный. И он бесконечный. То есть он не требует рану. Ну, хотя их, скорее всего, по способностям будут. Ну, хотя там, может быть, и пассивные будут. Это два. Атлетик. Ок. Умерщвление души. Немедленно носит себе эта старая тема. Но вот здесь, наверное, уже стоит забивать. И идти в атакующие защитные навыки. А есть ли темы без оружия, типа? Есть ли универсальная кровавая баня? Нет, скорее надо защитные делать. Любимое оружие крестьянин? Да, без оружия. Вот, во-первых, это можно взять. Штуку. Хотя, если без оружия, то какой смысл брать такую точность, если... А, там меткий стрелок, он же только... Да, 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 да. Можно точность плюс 6. Топорик боевой охотничий без оружия. Точность плюс 6. Ну, в принципе, да. Либо... Давай крестьянин возьмем. Наверное, вычет урона, надо ему... Короче, ему выживание надо домаксить. До максим... Ну, до какого-то сумасшедшего. Быстрые удары скипаем. Гигантский шаг скипаем. Оглушающий тоже. Яростная агония. Длительность вредных воздействий на 50%. Ага. Сила мучений. И зеркало души. Шанс отразить атаку дальнего боя 50%. Господи! Какая грязь! Зеркало души. Так, выживание. Так, это было. Сейчас, скорее всего, тоже пойдем в атакующие защитные навыки. Может увеличивать количество... Я думаю, его надо вместо танка будет в перспективе брать. Ты бы видел, как Монг дробаш отражает. Да, он вроде как может пойти. Два оружия, глянь, навык. В смысле, два оружия это два оружия. Там нет ничего про безоружный вариант. Да, скорость атаки, но... При использовании одноручного оружия в обеих руках. Это не то. Ну или, если вы уверены, что работают, я возьму. Это дикий ап. И отпуск огня на кулаке работает? Да вы с ума сошли. Тогда этот топчик. Ну, получаем бонусного урона сверху. Огненного. Кулакам. Огненные кулаки. И вычет урона. Работают. Офигеть. И дуалочка работает. Надо дуалочку взять будет. Хреново из меня. Танк будет. Так, есть способности новые. Двойственность смертельного присутствия. Отклонение плюс 8. Хорошо. Получает две модальные способности, которые позволяют переключаться между бонусом к отклонению, бонусом ко всем другим защитам. Ой, хорошо! Вот это вообще отлично. То есть, у нас 4 защиты. Чаще всего отклонение нужно. Восьмерочка даст возможность хорошо танковать. Но мы сможем еще свитчиться и по воле, и по уклонению и прочим. Реакция боли. Пассивочка средняя. Что это? Формирует ударную волну. Ну, вокруг монаха каждый раз, когда он получает рану. Наносит небольшой урон. Но тут дробящий и очень маленький. А, в некоторых случаях вызывает упреждение. Вот это важно. То есть, просто мы часть урона будем доджить из-за реакции. Длительная боль. Поток энергии, своих кулаков. Урон нанося на большом расстоянии. На 30 секунд. Не, не надо. Мы ранжевиков игнорим. Так. Либо двойственность, либо реакция боли. Мне на самом деле реакция нравится тем, что она мне... Она будет не только ауешный урон давать, минорный, но тем не менее. Но еще и... Ну, это подтанкование хорошо зайдет. Я смогу переучить, если что, конечно. Это еще... Этим еще управлять не надо. Давайте реакцию боли возьмем. Ну что, выживание... Восьмерочка. Я не помню, когда получается там... Бонус вычет урона. Ну, кажется, он уже двойка. А бывает вычет урона тройка? Такой вопрос на токам. Санька, нет, я не планировал. Воу-3 бывает? На привале. Да, отлично. Так, хорошо. Здесь скипаем. Берем, скорее всего, два оружия. Говорят, что работает штука. И скорость атаки апнется хорошо. Ну, либо идти в защитные навыки. Я, наверное... Два оружия возьму. Так. Вот у него ноль, видите, раны. Будет получать, терпеть. Есть какие-то базовые вещи. Тяжелый доспех сразу на него. О, господи, что это? Может, взять и танка... Ну, у меня слишком много милишников. Хотя уже нет, немного. Мы же варварши убрали. Надо перетащить от них. Девайсы. Да, вот этот товарищ. Хорошо, что ты до нас добрался. Они уже готовились сжечь рыбную ферму, точно тебе говорю. А этим только дай повод уйти с работы пораньше. Он повышает голос. И последняя фраза. Угрожающий раздается по... Раздается по комнате. Рыбаки отворачиваются и принимаются усердно заниматься починкой сетей, разделкой рыбы и сортировкой свежего лова. Не могу представить, зачем им спешить. В общем, извиняюсь за беспорядок. Если тебе что-то нужно, то приказчик поможет. Он поднимает сидеющую бровь, указывая на мужчину, который сортирует всевозможные товары и припасы. Прочитать его душу. Не, не надо. Надо, прочитаем. Вы оказываетесь в ледяных объятиях снежной бурью. С трудом продвигаетесь по снегу. Ваши ноги окаменели. Каждый шаг дается с трудом. Вы наклонили голову, защищая ее от ветра. А спина согнута по тяжелой ношей. Перед вами виднеется замерзшее озеро и прорубь, которую вы пробили в толще льда. Лед трещит под вашими ногами. Вы ждете и втайне надеетесь, что под вами появится предательская трещина. Деревня далеко и скрыта во мгле. Если вы утонете, никто не узнает. По крайней мере, это освободит от тяжелого ощущения бурлящего у вас внутри. Но вы достигаете проруби, и лед вас выдерживает. Вы заботливо снимаете груз со своих плеч, баюкая его, баюкая ее в своих руках. Она завернута в сети, которым для веса привязаны камни. Вы жалеете, что рядом нет жреца. Ондры, который произнес бы торжественные слова, провел бы обряд. Вместо этого вы стягиваете браслет с ее кисти. Ондра возьмет ее тело, а вы будете носить с собой это напоминание. Вы сталкиваетесь с вертой в воду и смотрите, как он тонет. Когда он тает до темного пятна подо льдом, вы чувствуете першение в горле и завывание ветра в ушах. Только через пару мгновений вы понимаете, что слышите собственный голос. Вам удается отчинуться от видения, чтобы это ни было, это никак не связано с арсеналом друга. Такое впечатление, что ты держишь за зубами какой-то секрет. Ее холодные пальцы смыкаются на вашей руке. Она извещает вас черными глазами. Рад, что я один знаю, что таким, как ты, хранитель, доверять нельзя. И тебе лучше не доверять ей. Я хочу спросить о рыбной ферме. Заведую уже четыридесяткой. Слышал, когда ты главной была здесь, твоя сестра? Арда была святой. Все силы отдавала деревню и жила ради нее. Провалилась по тонкий лед на озере. Ах ты, сучок. Я думал, мы прочитали душу прошлой, которая была. А мы прочитали ее душу. Его душу. Его взгляд становится далеким. Он почесывает... Ну, мы не знаем, что с ней случилось. Я говорил с Гальвина, он рассказал кое-что от тебя. Может, не стоит палиться? Не, почему нет? Не сомневаюсь. Он презирал, Сталвард покажил среди нас. И в конец возненавидел, когда мы дали ему пинка под зад. Старик никогда не замолкал, это уж точно. Он морщит нос, вспоминая что-то. Ну, понятно. Не будем палиться, до свидания. Опа. Тут у нас что-то можно взять без браслет. Вы опускаете руку в бочку, и находится браслет. На нем держится толстая аура сущности. Воспоминания в ней еще свежи. Вы чувствуете, как они втягивают вас в себя. Сейчас узнаем, что с ней произошло. В воспоминании вы быстрым шагом входите в рыбную ферму. Полы подметены, но на дереве еще остались пятна от растаявшего снега и рыбьих потрохов. По углу скорчился мужчина. Он кивает головой, словно во сне. Он вяло поднимает голову при вашем приближении. Это гринда. Его молодое лицо приобрело болезненно желтый оттенок, а волосы болтаются с свалявшимися локонами. Вы чувствуете укол злости и жалости при виде своего непутевого брата. Арда. Его голос больше похож на хрип, то есть он... Что с ним сейчас узнаем? Уже заполночь вы чувствуете комок в горле. Гринда вытирает нос, потом изучает смесь крови и пороха на тыльной стороне ладони. Он пожимает плечами на рек, короче. Вы сжимаете пальцы на грубой толстой сткани. Это лучший шерстяной плащ вашего отца, зажатый у вас подмышкой. Уходи. Брэдсерас, Бухта Непокорности или гребаный Эйргланфат, мне все равно. Вы бросаете это неблагодарному мужчине, который съежился на полу. Он берет плащ и рассматривает его с тем же выражением тупого удивления. Он вытирает нос подкладкой. Внезапный порыв ярости делает ваши конечности слабыми и непослушными. Я скажу ему, мэру Синихеду, соседям всем, вы силой выдавливаете слова сквозь зубы. О чем? Он бубнит слова пузырями, пробирается сквозь трясину соплей и слюны. Воровство. Думаешь, я не заметила, что на рыбной ферме пропадают деньги? И не слышала, как тайна говорит о том, что потеряла золотой дюк? Вы говорите шепотом, даже сейчас вы боитесь, конечно, шепотом, что вас кто-то услышит, и слова снова жгут вам горло. Когда надо что-то сделать, то тебя не найти. Но каждый раз, когда в город въезжает повозка торговца, у тебя всегда находятся монеты на пару пакетов волнистой губки. Нет, это не так. Я никогда не опозорила бы мать и отца, пока они были живы, но я не позволю этому продолжаться. Ваша злость поглощает остатки жалости, злость на то, что он поставил вас в такое положение, что он сомневался в вашей решительности, что не смог увидеть. Вы приближаетесь настолько, что уже чувствуете его несвежее кислое дыхание, когда он вас толкает. Вы падаете, вы широко раскрывшиеся глаза, и потолок вертится перед глазами. Как же это на него похоже, на Гринда, с его безрассудными вспышками гнева. Он всегда думает только о себе, а у вас теперь неделю будет болеть голова. Вот и делай добро ему после этого. Но вы же помните его маленьким, своего младшего брата, как он бежит по снегу, подскальзывается и падает на лед. И вы тоже подскальзываетесь и падаете. А за вами... А за вами стол, но он не... Воспоминания внезапно заканчиваются, рывком возвращая... Короче, несчастный случай, судя по всему. И вот сейчас опять моральный выбор будет. То есть нам... Ой... Ну это не предумышленное убийство. У нас по статье идет. Не знаю, какие там сроки дают. Но они смертные. Не, вообще надо его просто изгнать. То есть он реально не заплатил за... Хотя с другой стороны, тут несколько вариантов. Это самое страшное воспоминание в его жизни. То есть мы же прочитали его мысли. И мы знаем о том, что вот эти вот прикосновения к душе вызывают наиболее яркие, зачастую очень болезненные воспоминания. И этот случай, что ему пришлось сестру и сожаление, его речь, искреннее сожаление, потому что он слова «прости меня, прости меня» говорил до того, как понял, что говорит это вслух. Ну это говорит, что он с этим живет, он исправился на самом деле, потому что, видите, порядок тут в отличие от того, что было до этого. То есть дела в порядке. Все работают, все нормально, процессы идут. Вот. И тут... Вот в таких играх вы как раз и... Каждый для себя принимает решение о том, как ему лучше поступить. И нет черного и белого. То есть вот прям вот таких четких градаций. Ты прочитал мысли девушки, и я сначала его мысли прочитала, потом мысли девушки прочитала. Тебя с подключением. Ладно. Лови вора! Гринда смотрит на вас с удивлением и возмущением. Остальные рыбаки бегут к вам. Я буду с тобой, повелитель огня. Кто? Кажется, игра сделала выбор за нас. Блин, тогда я опыт за квесты не получу. И это слишком просто для него. Да-да-да, я могу прийти, пока никого нет. Мне все равно загубки сюда нужны идти. Блин. Да, я загрузился недавно. Сохранился. И рыбаки при этом не виноваты, да. Согласен. Круто, круто, круто. Мы сейчас поговорим. О, он мне дал денег. А, провалено? Нет. За 500 голды я не готов провалиться. Но ведь у них может быть лут. У них точно лут. И много рыбы. Читаем душу. Все готово. Так, а как подождать какое-то количество часов? Ну, то есть, как ночью прийти, грубо говоря. Или нужно идти в таверну и там перекантовываться? Мои руки не выглядят так. Уоу. Стыкшите. В таверну. Сейчас тогда наших товарищей... А, да, в таверне же я могу заменить как раз их. Окей. Проведем весело время в таверне. Сейчас надо колечки собрать у варварши. Ту-ту-ту-ту-дум. Монг прикольный. Но, похоже, танк он не заменил. Так, пока уберем людей, которые... Так, так. Дальше скидываем... 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 Кольца. Там отклонения. Да все скидываем вообще. Тут и наручи, тут и... Да, даже мечик я возьму этот пригодится может. Паучка. Всех самонов, кстати, нужно этой передать. Это раз. А ты отдавай так, так. Нет, не важно. Шлемак отдай. Самоны опять же сюда же. Хорошо. С ожерельем. Теперь... Нужна снова комната. Возвращаем... Клевых пацанов. Отдыхаем. И... Инвентарь и начинаем. Во-первых, отклонение до пятерочка. Горячей раны нет. Урон. Учь трона огненный ледяной. Деревянная кожа. Ладно, ставим. Защита при выходе из боя для Монка возможна. Восприятие решительность может быть. Хотя, может быть, даже лучше восприятие решительность той подруге дать. Ловкость тоже ей. Ей бутылки использовать, как выяснилось, не можем. Она просто механизм бесчувственный. Но зато можем использовать... А, слушайте, ловкость. Не, ловкость, наверное, тоже Монку зайдет неплохо. Плащик, стойкость, реакция, воля. Отлично. Тут стандартный такой же... А, нет, даже лучше доспех. Двенадцать. Ой, какой классный. Тяжелючий. Тяжелючий. Атлетика ловкость. Давай. Тут колечки на память, колечки. Горячие раны, увы. Сапога не хватает еще. Ему бутылочки ставим, потому что может пить. И... Пожалуйста. Скидывать надо еще ненужные вещи. Нашел оленя себе в команду. Да, да. Вон у нее рога какие. Кольца одного не хватает. Может, все-таки у кого-то из пацанов есть... Кольца, которые... Не, ну танк тоже точно не... Надо приобрести. Что и как. Непонятно кто. Хотя пятнадцать косарей это не... О, кстати, сейчас ночь уже будет. Насколько я понимаю, могу идти. Посмотрим, как монах вообще работает. Отправим его в гущу событий. Будет получать раны. Раны... Надеюсь, раны... Идут по факту получения, а не по количеству урона. Тогда как бы армор хорошо будет заходить. Надо прямо тоненько находить... Необходимое количество вычета урона, чтобы проходили раны. Чтобы там по единичке, по двоечке, по троечке. Без перегибов. И... Тогда у него будет... Ну, эффективность будет повышаться. Урон расти будет. Shift-клик, положить сундук из инвентаря. Спасибо. Железяк поговорить. Кстати, да, надо. Мы же в прошлый раз не поговорили, а тут не поговорили. Двери на распашку. А нет, мы не говорили с ней. Что ты находишь, когда так роешься. Интеллект. Семерочка. Сначала назови мне настоящую причину, по которой ты захотела пойти со мной в столвар. Оп! 1600 опыта. Возможно, я ищу кое-кого. Дровосека, пойми. Господи. Тут у каждого вашего соратника, какой их, судя по всему, в несколько раз больше, чем вы можете с собой унести. Ну, раза в три-то точно, наверное, больше, потому что уже полную пати. Вторую я нашел фактически. Есть какая-то история. И наша дьяволица из металла ищет... Дровосека. Железного. Видимо. Это никак не связано с холодным утром, а? Еще как связано. Она сжимает кулаки за скрипом. А может и нет. Он был одним из них. Не, все не так просто. Это не любовная история. Это месть. Холодное утро. Я отследила его... Мне кажется, ты его уже убил. Я отследила его до Сталварта много лет назад, но потом меня поймали, прежде чем я сумела закончить свое дело. На ее нагрудной пластине появляются задуха и темные переливчатые узоры. Восприятие. Вот в следующий раз... Не будет следующего раза, но... Качайте восприятие. Очень много проверок по восприятию в диалогах. Хочешь, чтобы я помог кого-то убить? Не пытайся меня приследить. Он это заслужил. В ее голосе жужжит нотка холодной ярости. Этот мужчина, Хармке. Я видела его возле моего дома в ту ночь, когда он сгорел. Он смотрел на пламя так, как ты смотришь на души. Ее кулаки сжимаются и расслабляются в серии быстрых, беспорядочных движений. Я знала, что это пустая затея, пытается найти всех до последнего, кто у нее сфакил той ночи. Но я... Она поворачивает голову из стороны в сторону и поднимает руку, хватая что-то невидимое, изящно гравированной ладонью. Если б я знала, что нашла того, кто сжег моих родных и разрушили мой очаг, то, думаю, мне бы стало легче. Таким образом, это связано со мной. Он был в толпе, я заметила, как он смотрит на мой дом, когда он загорелся. Но когда мы его найдем, я хочу знать точно, что это именно тот мужчина, который сжег мой дом, моих родителей, моих братьев и сестру. Она рассеянно потирает большим пальцем царапину на руке. Душа жива, видите, как он у железяки. Не думала, что у меня будет возможность знать точно, но ты бы мог... смог посмотреть в его душу и выяснить, ты же хранитель и все такое. Почему ты так уверена, что тебе нужен Хармкин? Я хорошо, внимательно его рассмотрел, эту идущу. У нас был домик с желтой дверью на окраине деревни. Он был там. Она медленно кивает. А еще я расспросила местных, когда приехала в Сталвард. Мне сказали, что все здешние дровосеки участвовали в чистке. Это у них повод для гордости. Я сделаю, что смогу. Очень хорошо с твоей стороны, очень хорошо. Она снова кивает, качая головой в такт усыпляющему голосу. Не знаю, где он сейчас ошивается, но кто-нибудь в Сталварде сможет нам подсказать. В маленьких деревнях все обо всех знают. Какая у тебя была жизнь до Войны Святого? Ничего особенного. По моим меркам, это значит, что она была довольно хорошей. Мама была зверолом, научила меня устраивать силки и свежевать дичь. Папа был жестянщиком. Мне не хватало его терпения, но было интересно наблюдать за его работой. Братья и сестры, они тоже были хорошими ребятами. Какая-то часть меня рада, что они не могут меня сейчас видеть. Ее лицо, как всегда, ничего не выражает. Но вы чувствуете, как ее сущность сжимается в муках. Она отворачивается. Это все. Так что смогла убежать. Действительно, единственная, кто смогла ливнуть, видимо. Так, давай-ка так. Ищем губки. Топорики собираем, всякую ерунду. Да, здесь мы узнаем чуть больше. Мы, кстати, эту штуку можем использовать. Ой. Но это по скрипту и ничего не сделать. Дверь рыбной фермы со скрипом открывается, и в проеме появляется гринда. С удивлением и негодованием рассматривает вас и браслет. Его лицо бледнеет. Ты укрылся в нашей деревне, а теперь обшариваешь ее, словно обычный вор? Лучше объяснись. Его голос дрожит, как и широкие угловатые плечи. Успокойся, гринда. Повелитель огня такого не сделает. Лю Голдер ободряюще вам кивает. Галевина сказала мне, что ты употребляешь волнистую губку. Похоже, на тебя есть более серьезные грехи. Любой, кто поверит бредням этого злобного старого хрыча, заслуживает всех неприятностей, которые получит. Он поднимает голос, слегка повернувшись к охраннику, стоящему рядом. Арда не провалилась под лед. Ты убил ее прямо в этой комнате. Он открывает рот для ответа, но слова застревают у него в горле. Стоящим рядом охранник удивленно смотрит на браслет, и по мере узнавания на его лице проявляется выражение ужаса. Узнавание. Закуа. Челюсть Закуа отвисает от восхищения. Такой прекрасный оттенок агонии. Как же нам сегодня повезло. Давайте быстро придумаем, как усилить боль. Это был несчастный случай. Тогда я был никчемным и жалким. Ни за что никого бы не убил. По крайней мере, родного мне человека. Он упускает их взгляд, оправдываясь перед своими сжатыми кулаками. Промолчим. Я дал ей тело озеру, но сохранил браслет, чтобы помнить, чего стоила моя слабость. Он упускает руки и смотрит на раскрытые мозолистые ладони. Он переводит взгляд от Грины к вам, сжимая рукоятку своего оружия. Я не прощу прощения, я знаю, что его я заслуживаю. Я стараюсь искупить вину своей работой в пользу деревни. Она действительно нужна жителям. Я знаю, что у тебя есть веское мнение насчет того, что правильно, а что нет. Прошу, отпусти меня ради Сталварда. Не ради меня самого. Позволь мне сделать работу, которую занималась бы Арда. Это мой долг перед Сталвардом и единственный подходящий способ почтить память моей сестры. Он поднимает на вас свои светлые и ясные глаза. Вот верить, я верю ему. Хотя мне восприятия не хватает, чтобы и решительности для чего-то другого. Я его понимаю. То есть он, если бы он не жалел о том, что совершил, мы и прикоснувшись к душе узнали другое. Он бы и браслет не сохранил. Он бы старался избавиться от всех упоминаний и знаков того, что произошло, для того, чтобы отгородить себя от этого. Вот, поэтому, блин, не знаю. Не знаю. Я кидаю ему браслет. Что ж, хорошо, возьми браслет. Он хватает его в воздухе и разглядывает со выражением изумления и скорби. Наконец он засовывает браслет в карман. Спасибо. Сталварда не узнает, что ты сделал для него сегодня. Но не услышит твоим благородствием. Да, он все равно дал денег. И дали много опыта, кстати. 5К. Раскаяние рыбака. Не, ну на самом деле, мне кажется, это наиболее правильный поступок из возможных. Убивать его вместе с рыбаками это вред городу. Потакать в такой мелочной месте этого товарища в избушке тоже не очень хочется. А так мы узнали историю, приняли решение. Нормально все. Правильно поступили. Квест-то река провален. Нет, почему? 5 косарей. Выполнен квест. Там закрыт он наверху был, слева наверху. Вроде как. Так, нам нужно еще поговорить с ключевыми NPC здесь. Потому что мы же душу ищем. Как тебе, монахи? Да мы еще ни одного сражения не провели. Выглядит неочевидно. Так, со стороны. Ой, в замке... Че там у нас? Бандиты унесли 278. Вы заработали. Ну, денег зарабатываем неплохо. Едва хватает на содержание. На содержание. Через 5 минут завершится строительство. Так, давайте проверять избы. Размяк Михаил там желуд. Да там такой улуп, на самом деле. Но максимум хорошего качества будут шмотки. Это ерунда. Исследовать душу. Ваше сознание вселяется в тело Рененгильды. Ее глазами вы смотрите поблегшие от старости воспоминания. Вы стоите в трактире. В комнате очень душно. На вашей коже выступает пот. Но не от затухающего огня в кострище. А из-за жара тел разъяренной толпы деревенских жителей. Ваш муж ждет у двери. Как можно дальше от сборища. Он держит розовощокого ульдрика, который смотрит на перебранку взрослых широко раскрытыми, спуганными глазами. Вы никогда не осознавали, насколько сильно воняют ваши соседи, сбившиеся в этой комнате, но от них исходит какой-то тухлый и мерзкий запах. Сколько тебе заплатил эта старая гадюка? Цинехед. Гринды, главный рыбак, остервенел и тыщет пальцем на заднюю часть комнаты. Цинехед, ваш бывший мэр, съежился в углу под обвиняющими взглядами всей деревни. Ох, эти глаза, эти злые свиноподобные глаза, которые смотрят на Цинехеда с тупой ненасытностью увидевших корм Борвов. Единственное, что вызывает еще больше мерзения, это сам Цинехед, который пытается вывернуться из собственной лжи. Мы с мэстро Гальвино пришли к соглашению, он громко сглатывает. Это было во благо Сталварта. Я думал, что... Женщина в центре толпы ктесет кулаком. Ты думал, что позволишь убийце разгуливать среди нас? Среди толпы раздаются громкие крики согласия. Да, да. То, что вначале было ропотом, разду... Ну да, в общем, толпа пошла. Раздулась и стала сгущаться, словно грозовые тучи. Вы снова смотрите на мужа, он шепчет что-то Ульдрику, но поймав ваш взгляд, безмолвно выражает мольбу. Идем. Влажный шлепок возвращает ваше внимание к противоположной стороне комнаты. Кто-то кинул картошку. Цинехед скривился и потирает челюсть. Вы хотите крикнуть, что это дико и бессмысленно, но знаете, что от этого станет только хуже. Сталварту нужна кровь. А гальвины и его мерзости хватило разума сбежать. Вы поворачиваетесь, снова видите, что муж подзывает вас к себе резкими взмахами рук. Но тут вы обращаете внимание на Ульдрика, и у вас прихватывает дыхание. Его маленькие глаза неотрывно смотрят на бурлящую толпу. С тех самых пор, как вы услышали об этих отвратительных чистках, вы знали, что однажды он станет свидетелем подобной, но почему это случилось так рано? Именно они довели дьявольскую женщину до безумия, а теперь его маленькие глаза стали большими, настолько большими, что могут впитать всю окружающую картину, и вы окажетесь ее частью. Вы хотите немедленно уйти, но в таком случае ваш мальчик это и запомнит. Безумие и трусость. Жители Сталварта, окружающие вас сразгневленные мужчины и женщины толкаются и покрикивают. Это опасные животные, но все же животные. Их просто нужно повести за собой. И поэтому вы протискиваетесь в конец комнаты, где дрожит синих этого лужа собственной мочи. Хватит. Вы выдавливаете слова из горла. Остальные замолкают и обращают на вас взгляды. Они слушают с глупой доверчивостью, как вы превращаете смертный приговор цинихида в изгнание. Никто не возражает, когда вы объясняете, что он уйдет из этой деревни один и поселится в том жалком селении, которое согласится его принять. Они молчаливо соглашаются, когда вы объясняете, что их руки слишком чистые, чтобы пачкать их от такого, как он. Но в глубине их глаз рождается еще что-то. Ядро доверия и зависимости. Вы чувствуете, как оно сгущается вокруг вас, заключает вас в оболочку, словно перламутр-песчинку. Вы всего лишь хотели спасти жизнь цинихида, а не брать на себя его работу. Но чувствуете, сколько страха, столько страха из-за... Сори. Столько страха за их выражениями, страха перед богами, шагающими по горам, перед дировцами с их чистками, перед медленной и одинокой смертью в заброшенной деревне. И вы видите, как их преданность и вновь обретенные спокойствия отражаются в выражении Ульдрика. Может, это место и безнадежно, но вы понимаете, что не можете его оставить, как не можете оставить своего ребенка. На вас не смотрит не только муж, он качает головой... А, на вас не смотрит только муж. Он качает головой, не отводя взгляд от двери. Вы покидаете воспоминания, хоть оно и яркое, короче, она его спасла. Где мне найти, кстати, Хармки? Рассетвуд. А, да, это квест же это... Рубит лес. Рассетвуд. Хорошо. Мы не собираемся делать, на самом деле, скажи им, что мы этого делать не будем. Почему ты хочешь знать? У меня друг... Пошел плечами и съехал. Грамотно. Так, читаем Ульдрика. Тянемся к сущности, видим прямо перед собой столб изгороди, лежащий в жижи замерзшей грязи. Снег собирается у ваших ног и забиваются ботинки. Очень много текста, я понимаю, что тяжело кому-то воспринимать. Нам нужно души ключевых прочитать, для того, чтобы понять. Можно проскипать, но я, пожалуй, буду уверен принципам первой части, что надо читать все ключевые вещи. Снег собирается у ваших ног. Вы-то не прочитаете это без меня, правильно? Морозный ветер щиплет вас даже через несколько слоев меха. В одной зимней... О, в одной занемевшей руке вы держите стамеску, в другой киянку. Хотя нет, он же мебелью занимается. Это вряд ли он. Опустившись на колени, перед столбом вы принимаетесь за работу. Час за часом вы работаете молотком, чувствуя, что инструменты тяжелеют в ваших руках, а дыхание затуманивает зрение. Затуманивая ед. Вы хотите заниматься более искусственными работами, вы умеете больше. Но никто не строит новых домов в Сталверте. Последний стол, который вы сделали, поставили на рыбной ферме, и чешуи внутренности теперь покрывают изящные соединения, которые вы с такой любовью вырезали. А теперь вы чините чистокол, потому что другая работа не нужна. Зачем тебе стамеска там? Стамеска соскальзывает и задевает руку. Вы ахаете, но подняв руку, вы видите к большому своему облегчению, что все пять пальцев целы. Нужно убираться из этого поселка. Все, господи. Это самое яркое впечатление Ульдрика. Такое уныние. Жуть. Но тоже как бы вроде как минорная тема. И ты начинаешь больше понимать этого персонажа, который и матери дерзит, и не смотрит, там... Потому что не решишься, и не позволяйте знать, что они любят. Заставляет задуматься. И о том, что... Часто мы не решаемся на некоторые поступки и потом жалеем об этом. Человеку жизнь запорота из-за этого. А мог бы, как говорится, взять и уйти. Хорошо. Тайна. Читаем. Опа, экспа. Вы чувствуете гудение и жужжание сущности. В ее сущности сокрыта еще одна личность и еще одна группа воспоминаний. Они извиваются, словно в беспокойном сне. Контуры у этой спящей души острые, зазубренные. Когда вы тянетесь к ней, она жестоко вас хватает. Хотя, опять же, сына-то тоже можно понять. Сына тоже можно понять, потому что матушка взяла на себя... Вынуждена взяла на себя... Для него, кстати. Ой, как тут все завернуто вообще. Роль лидера она взяла на себя. И он уже от нее... Вот в этой... Как бы тоже морально он не имеет права ее тут одну оставить. Хотя... Она была бы рада... Короче... Кукушка 82, добрый вечер. Спасибо тебе. Добрый вечер, Михаил. Позавчера отдал 20 тысяч рублей жене, а зарплата только 10 числа. На карте всего тысяч осталось. Сегодня пошла в магазин, а там мужичок плохо одетый. Попросил купить хлеба и молока. Вот, хорошая тема. Купила. Да. Он поблагодарил. Так вот, я к чему. Тоже решил поддержать тебя. Спасибо. Я не стал бы связывать эти два поступка, в принципе, потому что первый отличный, а второй, ну, как бы он носит развлекательный характер. Одно дело, когда ты человеку, который нуждается, не просто деньги даешь, а именно покупки, ну, в смысле продукты, какие-то базовые покупаешь. Потому что, с одной стороны, купить там буханку хлеба за 12 рублей с молоком, это, ну, и ты знаешь, что он не использует это на выпивку. Это отличный поступок. Эти деньги ему нужнее. Эти 50 рублей на хлеб и молоко, они ему нужнее. Да, когда ты бобру зажравшемуся, смотри, какие у меня белые зубы. Я хорошо питаюсь. Но спасибо тебе за саппорт. Ладно, они не белые за вебки. Ну, еще и за эмали, она не такая. Молока за вредность. Я вообще, да, у нас хорошая, кстати, в Белгороде молочная продукция. Хорошо. Один из мужчин поворачивается к вам. Зенова, прошу тебя, если мы пойдем сейчас, то сможем уйти за баррикаду. Тут, тут от нас никакой пользы. Он прав. И по тихому бормотанию вы понимаете, что согласны и другие. Ты понимаешь, что человек раздвоение личности, он пишет, оно пишет, что отдал деньги жене, а потом пишет, пошла в магазин и купила. Да, я тоже смутился. Но учитывая то, что никнейм «Кукушка», это может быть и... Кажется, попахивает прохладой такой, повеяло прохладой, да, от истории. Ну да ладно. Жена отдал жене, потом пошла купила. А, жена пошла, а не он. Жена в магаз пошла. А, то есть я понял логику. Все, нормально. Жена пошла в магаз. То есть у тебя тоже жена по магазинам ходит. Удобно. Сафирон говорит, мне сегодня как раз добрая женщина купила хлеба и молока. Оу, вейт. Но привратник Марун приказала нам удерживать свои позиции здесь. Ходор, ходор. В шепоте, который становится все громче, вы слышите вступительные аккорды бунта. Вы никогда не допускали нарушения субординации в своей бригаде и сейчас не собираетесь. Поэтому вы поднимаете кирку и с размаху вбиваете ее в голову мужчины. Он падает, а остальные замолкают. От его тела поднимается едкая вонь мочи. Мы умрем в бою. Если кто-то считает иначе, может сказать мне это здесь, прямо сейчас. Вы уже много часов выкрикиваете приказы и ваш голос осип, но никто не двигается. Что-то с гулким стуком бьется в дверь. Блин, опять ведро уронили в колодец. Все поднимают свое оружие, кирки, лопаты, несколько мечей, но не смеют шелохнуться. Вы чувствуете, как в висках пульсирует кровь. Вы отдаляетесь от души, но все еще чувствуете рывки гнева и свирепости Зеновы. Ее сущность бьется из стороны в сторону, бросаясь на невидимых врагов. Зенова не только сильна, но и опасна. Я расприковал ее к старым опасным воспоминаниям. Возможно, вы можете пробудить и других. Проснись Зеновы. Вспомни свое сражение в бражном зале. По лицу тайно пробегает дрожь. Ее с морщенной кожей обвисает. После приступа сухого кашля начинает моргать, будто приходя в сознание. Это имя, оно несет в себе воспоминания смерти. поддержал ваш канал на сумму 300 рублей. Спасибо за собой. Увидел, что ты сидишь в чате с красным ником. Вот тебе немного денег на зеленый, пека. Спасибо. Да, донат попер, попер просто. Да не будет у меня зеленого никнейма, потому что у нас четко и у помощников тоже, на обновленной версии сайта помощники не смогут менять цвета. Ну, потому что приняли решение, что вам это не нужно. Нет, что люди, которые наделены какими-то полномочиями, должны фиксированный цвет иметь, чтобы все остальные знали, что к чему. Помощник это, подписчик или и прочее. Это имя, оно несет в себе воспоминания смерти, войны, гневе, привкус крови. Зачем оно тебе? Ее глаза стали необычайно ясными. Поберегись, дело пахнет керосином. Я это и без носа чувствую. Мне нужно войти в арсенал Дургана. Что это за треки незнакомец? Думаешь, Паргрон так просто предаст свой народ? Она сжимает и разжимает руки на воображаемом оружии. Сущность Зиновы наполнена тем же Нистов. Знание опять есть, пройдет. Потому что опять по восприятию, опять по решительности все не так. Хотя это снова квест, не должно быть таких проверок кардинальных. Она опасна. Под Зиновой барахтается подавленное сознание тайны. Последний твой сородич исчез сотни лет назад. Не осталось ни одного, что можно предать. Не осталось того, что можно предать. Ярость похожа на густой туман, который обволакивает, поглощает угасающее сознание. Сама Зенова ошеломлена. Она сщуривает глаза тайны до узких щелочек. Ложь! Привратник Марун пустит тебя на растопку в белой кузне. Я плохо горю. Интеллект 14, оглянись вокруг. Была бы ты здесь в теле старухи, если бы я лгал. Наконец Зенова одолевает Тайну и из горла старухи вырывается крик. В это мгновение личность Зеновой расширяется, заполняя вас целой жизнью воспоминаний и переживаний, включая строки, известные как контек Арсенала Дургана. Ес, мы сможем сейчас открыть. Да ежешь. И зайду как царь в Арсенал, как царь гном. Молотый Дургана, громко звените, наковальный мотив пусть гремит. Крепость Арсенала Отвора и Варвара нашу работу хранит. Верность сынов Абидона труд наш сковал в кузне и пламени, что очищает металл. Умиротворяющее сознание тайны не выдерживает. Оно съеживается и исчезает, а Зенова, полностью захватившая тело женщины, нападает. Абидона Сколько там опыта? 1600 Тайно прости, парализуем сразу, чтобы не было никаких прости. Левелап 4 штуки, наезжешь. Начнем с бобра. Бобер, повелитель огня, смотрите, красавчик какой, даже плащ, смотрите, развивается. Так, что нужно бобру? Что-то я хотел бобру. Ему как раз не особо что нужно. Выживание не нужно. Не, атлетику можно поднять, чтобы лучше лечиться в случае чего. Опа, первая сила пятого левела, главарь, сосредоточение 50, внушает всем врагам в области действия коварное и мощное побуждение подчиняться Сайферу, вызывая доминирование над целью, завораживая всех остальных. Радиус не такой большой, но 2,5 метра это круто. Ох, заим... Я две могу выбрать, заимствованный инстинкт. Обыскивает интеллект и восприятие противника в поисках энергии, вызывая повреждения этих характеристик врага, одновременно повышая защиту и точность Сайфера. А интеллект и восприятие. Интеллект это воля у него сразу падает. Восприятие это у него точность падает. Персонаж точность ближним, точность дальним плюс 20, отклонение, стойкость, реакция. Какой баф на 40 секунд. Все круто. Детонация. Чистый урон. Что же вы со мной делаете? 65, 95, чистый урон. Грубой силы. Но это не АОЕ. Но это чистый урон, Карл. Чистый. Чистый урон. Вообще плевать на на-на-на. Неплохая дальность. Цель с низкой выносливостью взрывает нанося дробящий всем в области. Такое разрывали можно устраивать. Тактическая комбинация. Точность когда вы атакуете цель. Нет, это не будем. Уж лучше заимствованный инстинкт взять. Ту же самую точность получишь и дебафнешь цель. Это вообще чушь Выбор из трех Массовое зачарование Топчик вообще Детонация Убер полезная против одной цели с мегазащитами Дракона можно задетонировать Задетонировать и забетонировать А заимствованный инстинкт Дебаф и соответственно баф себя Как блин в продовольственном магазине Глаза разбегаются Когда голодным приходишь Особенно Не ну главарь наверное топ один из этих трех Потому что он все вообще битвы будет переворачивать Все То есть сразу Сразу С другой стороны заимствованный инстинкт В сочетании с хорошими пушками Будет Давать точность Выше соточки уже То есть мы реально сейчас на дракона можем С заимствованным инстинктом идти И с детонацией Детонация говорит уничтожает лут Ну короче я возьму главарь заимствованный Детонацию пока оставлю Блин чистый урон Карл чистый Может главаря не брать тогда Но у меня есть два порабощения Разных Типов А так массовочку два танка принимают Да давай детонацию и заимствованный инстинкт Хватит Все Все не буду Не буду Не буду Зачаровывать массово Так тут Кинжал хорошего качества Мастерская еще завершилась Еще левелап Вообще левелапов там много Надо пройтись Наш танчик Копим выживание Судя по всему Грация в доспехах Ерунда Ерунда Непреклонность Это мы смотрели Уверенная техника Стойка стражам Критическая защита Выносливый защитник Так Ну это способности Блин Способности Грация в доспехах Скорость Плевать Урон Весь закрываем Плевать Непреклонность Возможно Восстановление выносливости Я думал в прошлый раз о ней Три раза Восстановление выносливости Именно в процентах А не в количестве Что для него важно В течение какого-то времени Это лесом идет Шквал лесом идет Аура эта меняет текущую стойку Крит защиту Можно взять 20% того Становится Обычными Здесь Становится Легкими Тоже не нужно Непреклонность Беру Выносливость Будем восстанавливать Не только В этим Дыханием Вторым Ну что подруга Что будем делать Механика На девятке Выживание Ок Скрытность 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 Или скипнуть Пока Какая она Прикольная Особенно Дагерок Золотой Скрытность Можно Можно Механику Наверное Я дождусь Механики Десятки Чтобы Открывать Вообще Все Способность Одна Было 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 А я Ловкое уклонение Так и не взял Что ли Ловкое уклонение Первый кандидат Скоординированная Да Иссушающая Фигня Беспощадная Атака Фигня Фигня Чистый урон Не нравится Скорее всего Я возьму Вот Легкое уклонение Я был уверен Что его взял Стой Клэвелатнус Не дай бог Там еще появится У него У него знания Десяточка Я ему Хотел бы взять Немножко Атлетики Потому что Восстановление Ему Вносливости Быстро И много Это очень хорошо Скрытность Нет Выживание Ему Особо не нужно Давай две Атлетики Возьмем Так Богословение Это минус 5 Вычет урона Богословение Ой Новые заклинания Появились Господи Благодеяние Заступника С пятого левела Несет божественное Благословение Союзнику Даруя бонус К силу Восприятию Всем показателям Вычет урона На одного человека Но сила 10 Восприятие 10 Это дикий урон И еще Вычет урона То есть Это урон Точность Соответственно Криты Окей Столб Священного Огня Следующее заклинание Огненный урон Радиус Маленький Всем Причем Огненный урон Видимо По своим Будет задевать Молитва Против заключения Паралич Окаменения Наконец Появляется У нас Заклинание Которое Позволит На 25 секунд По крайней мере А не Не одну цель Это Радиус 4 метра Паралич Окаменения Все Отлично Тут Восстановление Выносливости Ауеш На 64 Приведение В чувство Кажется Резуректик Заехал Дает Павшим соратникам Второй шанс Возрождаю В области Действия Находящихся Без Топовые Пошли Капец Наконец У меня не будет Заканчиваться Сражение Такие важные Когда падает Один Хорошо Что я еще Сейчас Атлетику Стойку Прокачал Чтобы у него Все было хорошо Надо ему Еще армор Дать хороший Чтобы он Просто медленно Хоть стрелял У него все равно Палочка на дебаф Сейчас мы ему Вычет урон Дадим Будет все Очень хорошо Спасение Времени Длительность Активных Полезных Воздействий Плюс 10 То есть И тут Нет Времени То есть На затяжные Сражения Как например Против драконов Надо на драконов Видимо идти Получается Что Вот этим Надо закреплять Или начинать Даже с этого Чтобы все Остальные Благословения Там Молитвы И прочая Хрень Они держались Дольше Там не 30 А 40 секунд Щиты Для правоверных Отклонение Плюс 25 Всем союзникам Против Обычных Атак Топич Блин Классно Тут еще Нашему Магу Левелапчик Завезли Я уже Сомневаюсь Скачать ему Механику Или нет Потому что У нас есть Уже Один Вор И у них Одинаковое Количество Я пожалуй Скипну 20 в этом Клонение 25 Даже для танка Да У него Не больше Соточки Пятый Левел Заклинания Выбрать Можно 2 Но я Повелитель огня Я буду В первую очередь Искать Поток пламени Нормально Создает ужасное Адское пламя Вокруг Заклинатель На себя Огненный урон Всем Ой какая Грязь Это же Подходить Надо Магам Ходить Это Как-то Не очень Дивные Мучения Арки Мира Вытягивает С цели решительность Интеллект Восприятия Создавая Два Менее Мощных Воздействия Которые Переходят На ближайших Противников Когда Первоначальное Действие Заканчивается Лесом Морозный Взрыв Отличный Урон Отличный Угол Ну как Угол Так себе Очень Высокий Урон Ну блин Ну я же Повелитель Огня Призыв Ко Сну Потеря Сознания Копьё Пик Учистой Магической Силы Колющий Урон На минуту Нет У меня Не тот Маг Все Защиты Плюс 20 Вычет Урона На 84 Офигеть Можно Реально Милишного Мага Делать На каждом Из уровней Есть Весьма Хорошие Обилки Которые Превращают Вашего Мага С не очень Высоким Запасом Выносливости И здоровья Практически В неубиваемого Товарища То есть Просто Ты кастуешь Вычет урона Десяточку И вся Защита Давай Нападай Что там Будет Проходить Распех Посерьезнее Надеть И Будет Там 25-30 Уже На текущем Лавеле Вычет Всего Урона Пагубное Облако Хорошо Тем Что Наносит Чистый Урон Ядовитое Облако Ледяное Ледяное Доступно Доступно Самое Различное Такое Заклинание И Заклинание Для Личной Защиты Ой Что я Читаю Это Господи Я Хотел Прочитать Вот Цель Застревает Сановится Якорем Для Испускаемого Волшебника Энергии Холодного Лучая Ледяной Урон Всем На своем Пути Ну Понятно Там Тики В секунду И На цель И Льда Очень Много На пятом Левеле Может Сделаем Этот Уровень Уровенем Льда Ослабляющий Ужас Ужас На 25 Стена Силы Дробящая Нельзя Пройти Хромота Точнее И Форма Зверя Преобразует Одного Врага Из числа Разумных В Свинью У свиньи Очень Плохая Защита Но Может Быстро Убегать Форма Беспомощного Зверя Мне нравится Сам Сам Посыл Свиньи Так Льда Мало Но Часть Чистого Урона Может Зайти Хорошо Льда В принципе У меня Мало Только Облако Я бы Взял Взрыв Огонь И Пламя Хотя Какая Разница Господи У меня же Гримуар Я же Смогу Накидать Опа Можно Выбрать Тоже Заклинание Которое Можно Использовать Свободно На самом деле Я бы Взял Что-нибудь Стандартное Типа Двойник Мага То Заклинание Которое Вроде Как Нужно С него Начинать Всегда Но Я его Не брал Потому Что Мне Жалко Тратить Заряд Хекс Мы Хекса Почему Еще Взял Там Скорее Всего Какая Проверка Будет На Волю А я Ж Бобром Могу И Характеристики Вы 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 Таскивать И Соответственно Волю Помнижать Хотя Может Быть Это Фигня И Восприятие Могу Увеличивать Тоже Уменьшать Точнее С недавнего Времени Короче Посмотрим Что Будет Как Оно Зайдет Масса Левелапов Как бы Не потеряться В этом Многообразии Драконов Свинью Да Да Это Все Это Надо Дракона Сейчас Идти Обязательно Как Там Со Времени Пора Уже Ну Как Как раз Чтоб Четыре Часа И На Дракона Чтоб Схватило Точно Я Хотел Кому Я Хотел Дать Армор Хороший Так Михаил Не Тупи Ты Стойку Кажется Хотел Дать А Почему А Чтобы Он Гуф Л Са Что Он Не Гуф Л Са Учаем Лечение Учет Ироны Кекс Только На Разумных Гуманоидов Читай Внимательно Где Ничего Страшно Превратить В Свинью Всегда Приятно Так Ну Что Во-первых Нам Нужен Еще Один Привал Дебаф Жезл Стоит У него Уже Кажется Просто К тому Что Ему Не Важно Какая Скорость У него В атаке Он Если Стреляет Только Для Того Чтобы Дебав Дебав Кое-что Купить Кое-что Купить Что же ты делаешь Михаил Что ты делаешь Комната Говори И вот сюда Замок Бонусов Что Интересно Где-то Можно Посмотреть Количество Бонусов Да Перед тем Как На дракона Сходить Давайте-ка Я Как Нормальный Белый Человек Посещу Своё Родовое Имение Ну Как Родовое Пару Месяцев Назад Появилось Меня пытаются Направить В разные Стороны С кем Поговорить Что Сделать Нет Нет Кайдно Здравствуй ОВ Ширяев Привет Чатику От него Хорошая Сегодня Трансляция Результативная И диалоги Хорошие И бои Тоже Замечательные Возможно Сейчас Стоит Расщедриться А почему Я сразу Не стал Атаковать В смысле Надо выбрать К чему Бонус Интеллект Ловкость Восприятие Выживание Решительность Механика Мне нужна Точность Так что Скорее всего Нужно Апать Восприятие Самая главная Задача Пробивать Дракона Частично С этой Задачей Поможет Справиться Апнутый Левел И в принципе Увеличенная Точность Плюс У нас Появился Ассасин У которого Точность 80 85 То есть Он уже С 50% Вероятностью Будет Дракона Пробивать Это без Дополнительных Бафов От Стойка Но На самом деле Просто не будет Это точно Вспомните Сколько Чего мне стоило Хотя бы До Лут в замке Точно Там же Лут Господи Меня ждал Лут Там Амулетик По крайней Мере Тренировочная Площадка Как раз Закончилась Завершилась Строительство Ты Ты огру не убил Нет Не убил А Огра Типа Может помочь Мне с драконом Может быть Может быть Скрытность Скрытность Сложение Атлетика Хорошо Может зайти Вот эта вот штука Лесные тропы Давайте запилим Покопаем За что Боянест Стойку Стойку По бутылкам По бутылкам По бутылкам А ты А ты знал Про очередь Заклинаний Шрифт Можно создавать Да Да Пару раз Делал Но я чаще всего Делал это Для бобра Итак Заходим План Будет Бутылки Расставь План У него Вычет урона Да Восстановление Выносливости Нужно Нашему другу Обычные Атаки Становятся Угу Че-то У меня по бутылке Бутылкам Ты вообще Ой Хорошо Раз Выносливость Два Бутылка Меткости Нужно Припасти Их Эти вот Тоже Хорошие Это Тоже Хорошие Давай Тогда Пси Вытаскивай Что там У тебя Учет урона Плюс Три Тоже Неплохо Ну Хотя Против Дракона Вряд ли Поможет Укрыть От Стихии Тоже Поможет Да Можно Хавчика Еще Учет урона Восемь Но до первого попадания Это не так себе Восстановление Выносливости Да Дамажить будет Бобер В первую очередь Ему Ой Это Бобру Одну меткость Дадим Кто еще С высоким Уроном У нас Кроме Бобра А никто Только Монг Ну и Источность Тоже Так Далее Скорость Атаки Тоже Бобру Не Выносливость По бутылке Каждому Не знаю Умеет ли она Пить бутылки Но я попробую Макс Выносливость Макс Здоровье Здесь Надо Танку Дать Две Штучки Наверное Даже Я его Буду Стараться Подставлять Учет урона Что по хорошим Свиткам С топовым Знанием Каким Шестерочка Нет Ну хотя Свитки Можно поставить Можно поставить Свитки Защита от ужаса Обязательно Должна быть Но не Устойка Не Устойку Потому что Должен кто-то Кроме него Иметь возможность Эту штуку Запилить Что-нибудь Пожестче Знание 6 Мало Что мял Дверь открыть Тебе Кот Дверь Дверь открыть Ты повтори Я не слышал Подходит Сейчас я открою Кота Пойдем Пойдем Молодец Молодец Разговаривает Умный Кошак Умный Если справишься С одной попытки С одной попытки Донат Донат Двока Берешь Ладно Беру Беру Донат Блин Это жесть будет Какая Господи Миша Не лажай Прошу тебя Двока Изейше Изейше Ты все можешь Ты все можешь Просто подумай Задача Задача у танка Какая Танковать Правильно Умничка Умничка Вычь урона Хорошо Отклонение Фигня Убираешь Эту хрень Нормальный Нормальный Давай Чушь Это они нормальные Все Надо ПС Бобру Ой Что-то мне Стремно Уже стало Так Хорошо Хорошо У него Восстановление Выносливости Свое есть Но лучше Накинуть Еще сверху Что-нибудь Ну где Ну где Живые девчонки Ну Может пожрать Тогда еще Раз Один раз Живем Сейчас прям Нажрусь Так А какие там У меня были Проблемы У меня были Проблемы С Точностью Да Берем тогда Эту пушку Да Она Лучше А может Аккредузу Тогда 54 Нет Пистоль Пистоль Оставляем Пистоль Оставляем Телосложение Сейчас Это все Вино Там Все Пирог Выносливости Силы Восприятия Нажираемся Сейчас Нажираемся Диким образом Восприятие Вообще Бобру Нужно Восприятие Хавать Давай Урон Тож Бобру Пирог Бобру Так С тебя Самоны Идут Первым же Делом Стойк Сейчас Вот Внимательно Дробящий Урон Самоны Нужны На самом деле Паралич Паралич Ладно Давай Одни Рога Поставим Рога Копыто Защиты Все Двадцатка Хорошая Тема В принципе Свиток Природной Метки Может Хорошо Зайти Если Попаду Потому что Отклонение Минус Ну это АОЕ Он Вряд Ли Попадет Вообще По По Нему Так Что Есть По Хавчику Здесь Макс Выносливость Сыр Берем Выносливость Интеллект Восприятия Это Бобру Нет Вычет Уровно Пивасик Берем Куриное Яйцо Заточу Телосложение Повыше Телосложение Повыше А смогу Это Все Съесть Вообще Это Наркотики Да Надо еще Покрафтить Перед этим Молочком Запьем То есть Ключевые Товарищи Это Мой Танк И Бобер Бобру Нужно Нужно Восприятие Выносливость Танку Нужна Бобру Нужно Восприятие Выносливость Сила Танку Нужно Только Телосложение И Выносливость Что Что Животное Только Монаху Поставил Третий Раз Пишу Не ругайся Во-первых Во-вторых Я не дошел Еще до Какое Животное О чем Ты говоришь Привал Сделал Косячно Стоп Давайте Убедимся В том Кто Он Блин На Привал А Против Животного Зверь Зверь А Зверь Не Животное Просто Ну Бас Блин Да Животное Мы В прошлый Раз Сделали Так Так Сохранились Раз Теперь Внимательно Смотрим Начнем С Возможных Апгрейдов Защита От У него Скорее всего Дробящий Урон Зачаруем От Дробящего Танка Раз Щит На Качество Ок Здесь Пистоль Надо Вторичный Урон Разъедающий Делаем Раз Эффективность Против Животного Да Точность И Урон Основной ДПС Это Бобер Ему Не Сомневаемся Делаем Далее Нет Не стоит Здесь Ничего Такого Пилить Меткость Скорость Атаки Выносливость Сопротивление Стихии Самон Самон Выносливость Сопротивление Стихии Ее Быстро Убьют Ладно Давай Тоже Стандартный Сделаем Так У тебя Что По Меткости Не Ну Ты Вообще ДПС Не Будешь С Таким Там Живыч Дикий Просто Смирись С Этим Тогда Может Мы Возьмем Нет Горящие Раны Это Не Там Стой Шлемака Нет Волода Тоже Не Все Так Хорошо Сейчас Давай По Свиткам Определимся Защита Да Камни Близнецы Возможно Потому Что Там Стяжка Будет И Нужно Будет Убивать Мелких Как Можно Быстрее Других Свитков Кажется У меня Толковых Нет Что-то Здесь Есть Но Это Так Ерунда Ерунда Окей Жрем Главным Образом Двумя Ну Можно Конечно Разделить Чтобы Все Там Сажали Чуть Но Это Так Все Равно Я Не Должен Танковать Никем Кроме Надо Еще Мудриться Все Это Сажать Довольно Быстро Надо Сказать Да Один Слот Я У Танка Оставлю Он Будет Как Раз Есть Подходим Сюда Там Вообще Бандшот Может Не стоит Забывать Об Это И Последовательность Крайне Важна То есть Я Выхожу Бобром И Еще Кем Там Например Алотом Ой Алот Отхватить Может Вообще Ох Он Скорее Всего Отхватит Не Надо Стойком Выходить У него По крайней Мере По Армору Хорошо И Выносливости Больше То есть Выходим Алотом Выходим Бобром Замедляем Время Сколько там действует 600 секунд Понятно А здесь Сколько 300 Целосложение На 150 300 Да нет Все нормально Можно выпить Можно распределить Спокойно И попить Единственное Что желательно Оставится Один свободный Слот Для Для Таких Тем Ты же знаешь Что еду Нельзя Во время Во время Боя Использовать Ну да Я хочу Сейчас Просто Это Сделать Ну Мне По Другому А я Могу Использовать Еду Не Перекладывая Ее Не Могу Крафтовая Еда Мощнее Ой Да Вы Издеваетесь Свитки Зель Еда А То есть Из Текущих Да Давайте Я Наверное Так Сделаю Тут Реально Можно Накрафтить Еды Мы Тогда Объединим Несколько В одно Цыпленок Жареного Цыпленок Жемчужного Леса Раз Куда Он попадает На мне Цыпленок Куда Попал Цыпленок Сюда Попал Надо Наверное Крафтить Тем У кого Свободные Эти Слоты Есть Темные Печенья Телосложение Восприятие Максимальное Здоровье Класс Раз Два Три Выносливость Сила Да Неплохо Все Сейчас Поубавилось Но зато Появились Появились Ну Стоп А я не могу Надо сыр Убрать Нафиг Получается То есть мы просто Сейчас хаваем Хаваем Раз Два Три Четыре Что там еще Пять Как тяжело Это Господи А Кидай Еду На изображение Персонажа Да езж Ну что Работаем Перед тем Как закинуться Надо Надо точно Прям быть уверенным В том Что все Ок Можешь все съесть Все стакается Ну тогда хорошо Надо только понять Что Какая из Максимальная выносливость Плюс сила Это максимальная выносливость Плюс сила Это у нас Выносливость Телосложения Точно Нашему другу Телосложение точно Сейчас мы Раскидаем Просто потому как А вот это Бобру Выносливость Сила Восприятия Три пирога Попробую заточить Оставляем Здесь его Темное печенье Телосложение Восприятие Макс Здоровье Ладно Тоже бобер Пусть жрет Это что Интеллект Восприятие Тоже бобром Ой Нажрется Бобер Ой Нажрется Бобер Не ладно Давай тебе Вот так Вот И еще Там капта Есть Наверное Какой-то Выносливость Сила Выносливость Сила Можно Раскидать Нет Пусть жрет Бобер Все Просто Все Зажру Телосложение Сюда Причем Надо Поставить Их Так Чтобы Они Ну Реально Были Выносливость Сила Сложения Сюда Я первый раз Просто съеду И заморачиваюсь Поэтому Простите Что я Туплю Вычет Урона Сюда Покажем То есть Так 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 Это все Мне придется Съесть Вот эти Вот все Штуки Съесть Господи Какая Грязь Раз Два 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 Все По заклинаниям Что я готов Значит я делаю Что Стреляю Пропиваю Бобром Меткость Пропиваю Бобром Меткость После пропития Меткости Стреляю Хотя Может быть Я даже Меткость Спить не буду Если у меня Там апнется Меткость Так что я Гарантированно Попаду Или близко Гарантия Лучше Выстрелю Сначала Дальше У нас идет Вызов Самонов Раз Два Стоик Накидывает Блессы Всякие Может тебе Взять Второй Самон Давай Тебя Возьмем Второй Самон Чтобы Быстрее Массовочка Появилась Да Вот так Вот Так Надо Накинуть Еще Что-то На 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 Вот Сюда Давай Точность На Всякий Случай Ну Вдруг Сыр Тоже Можно Убрать Бобру Что Может Понадобиться Бобру Может Вторая Выносливость Понадобится Или Что-нибудь На Урон Вот 15 Становится Критическими Или Скорость Атаки Плюс Максимальная Выносливость Вот Это Больше Нравится Вторая И Вот Так Вот Хорошо Монах Без Этих Этот С Руками Этот Стреляет С палочки Своей Кстати Когда Она Там 13 Из 15 Ок Стрёмно Как-то Ребята Стрёмно Давай лучше Нашему товарищу Сюда Выносливость Этим Так Этих Бутыльков Больше Просто Фух 2000 на кону Надо с первого Раза Убить Жёсткого Дракона Готов? Нет Но пора Поехали Раз Эй На портрет А Вот они не стакуются кажись они не стакуются ладно давай пирог тебе такой пирог сякой господи какая грязь господи не стакуются но это было бы халявы конечно черт ладно по штучке работаем фон смотрите совершенно окунь подавлено сколько шанс 60 процентов маловато будет пью метки страз вызывая самончиков 2 так стойк стойк делает что меткость вопрос какую клёвый наверное так или быстро лучше лучше быстро наверное нет клёвым ой я что-то волнуюсь блин так у кого еще там тебя же паучки дам вызываешь паучков старайся не торопиться все-таки вот три заряда непреклонности сразу побежали раз сразу побежали два сразу побежали три раз два три четыре пять тут можно попробовать сплетануться монах чуть ниже бобер стрелять пробует через shift блин что давайте перерыв сделаем я сейчас бегаю в одно место сейчас просто так я помню какие сражения были с этим драконом штук наверное 20 было боев и только в двух я умудрился дожить до нужного момента а тут еще окунь подвел так что я не могу ах 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 Субтитры создавал DimaTorzok Дракон ваншотает, кстати, всех, кроме танка Но моя задача сейчас разогнаться по точностям Максимально увеличить сосредоточение и задоминировать его Так, танка тоже сюда надо подводить уже А вот тут зря туда уходит Так, не торопись, тут все очень-очень-очень-очень шатко Давай-ка первый водоворот сюда кастанем Хорошо, он не стал уешать пока что Боберс готовится к выстрелу Попал Внизу появились эти упыри Завязываем танками их Ассасинка еще не прикаянная Наверное, ей нужно вниз Я ей даже ни разу не играл Ой, испуг же еще Забыл про испуг Хорошо вовремя вспомнил, а? Так, тут так через шифт снимаем Или нет, подожди Может быть мы испуг снимем девайсом? У кого? У Алло там Но он сейчас быстро скастует Так что испуг он сможет снять нормально Давай так Так, ладно, ты давай сюда иди И атакуй Не хочу, блин, я тратить никакие обилки Хочу просто атаковать и все, он со спины Ну после того, как завяжется Да, Бобер уже тупит Ну Бобер может еще разок выстрелить 59 из-за страха исключительно Бобраем Сейчас будет больше, потому что страх снимем И еще один баф будет Вероятность 26 Ну и испуг И заиспугаем Пора идти Бобром Сняли? Нет Сняли? Не вижу вообще Ладно, в любом случае надо пытаться Уже манипулировать Причем нужно было, блин, кого-то здесь подставить Потому что там уже скоро закончатся эти упыри Испуг не остался Испуг остался Почему? Я оглушен, капец Какая грязь Стойк Стойк сейчас кастует, конечно, но Главное сейчас захватить его Ну, не захватили Я промазал Это уже капец Это уже плохо Там массовые оглушения Такого, кстати, не было в прошлый раз Блин, нет Сюда нельзя Эмир ремейдж сделан Бобра надо отводить Танка надо подводить сюда уже Я понимаю, что я на получаю Да не, оглушение Тут уже контроля никакого нет Мало того, что я его не захватил Так, еще и тут Они оглушать начали Вот эти вот призраки Раньше Такой повальной темы О-о-о-о Все, минус три Сори, но я старался, блин Ну, то есть я Там минус три Дракон одним ударом Никак Ну, то есть можно было резурекнуть Но это маловероятно Там стойк, кажется, того Все Не пошло Не пошло, блин Ладно, сам виноват Так Плант, в общем-то, тот же Давай сначала так сделаем Потому что это быстрее Хотя, не, не быстрее, нифига Я, кажется, не передал Я, кажется, не передал Испок уже надо снимать Ладно, ничего Так, стойк Откастовался Не, не откастовался А что, бобер, выпил? Выпил Ну, стреляй, чего-то Аааа Принеслась Сейчас восстановится Какое-то количество Выносливости Но вы видите, что происходит Аое пришла откуда не ждали до бобер попал но толку толку немного защита от испуга есть хилл пошел легким точно на двадцатку раз танк подходит вперед до вас здесь надо наверно надо сразу этих водоворотить а бобром надо дождаться сейчас второе дыхание еще будет бонус к точности а у кого тебя почему не можешь вот там мой жучок еле живой так то скастовали так тут надо скастовать так бобер пришел в себя он оглушен уже да что ж за оглушение такие дикие просто дикие оглушение дикие стойка там сейчас получит безусловно я попробую танк подставить к вороночка срабатывает морозный тут вообще никого никак не не за что тут стенку делаем или все-таки из него оглушение снимем с бобра это ключевое михаил это ключевое так ты иди сюда давай вскрытие в тени моментально да и пошел бобер минус блин там да как там крит было от призрака где-то на 50 на 60 те нет разве бафа стойка уешь на это глушение нет а стоп из нового может быть вот заключение паралич окаменения но есть точечный баф как это отклонение нет нету короче ой выпей бутылёк да так 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 и так да почему на нельзя два раза самонов делать да судя по всему это новость давайте я монаха оставлю снизу бобер сейчас 74 пытается попасть ну он скорее все попадет попал хорошо завораживаем закручиваем где-то вот не знаю так наверное нет тут не надо уже никого бить стоикс кастовал давай еще блеса накинем халявного а почему я не ушел а я не ушел в тень сейчас ушел окей 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 насколько на 45 насколько 10 это все не то 60 возможно возможно да стоит выпить чтобы оглушение реже действован этот идет ставить так и этот ждет лучше наверно сэкономить на начале пока что так у тебя как где-то остановишься еще чуть пройдешь дым бобер пытается попасть делаю стену огням как-то так пофиг что на жуков попадет там все равно они сгорят очень быстрым что-то сражаемся вроде как оглушение сработало попробую бэкстэбить стоикс кастовал что а что на мне есть блесс хороший есть блесс хорошего нет надо блесс хороший сделать вот это вот на 20 точности и на минус точность врагам это вот и ладно заберем здесь тоже кастует здесь вроде как танку и более-менее и промахивается бобер очарованием срочно отсюда уходить или стрельнуть все таки поэтому на пофиг когда надо танка возвращать срочно и прижимать армор вот вроде попал промахивается танк принимает на себе удар стена пошла огня как мы видим я для контроля лучше добавлю все-таки какую-нибудь стяжечку вот этого например уберу держись выпиваем вычет урона наверно плюс концентрации танк держится пока что бобер еще не выстрелил ой не ты не ты не ты не ты не ты не ты ты пропей пожалуйста извини что потревожил тебя 52 точно сейчас будет побольше конечно сейчас 72 уже это блесс животворящий так а могу ли япнуть человека сил восприятия вычет уроном возможно стоит заступника благодеяния сделать хотя рановато на бобра это надо на дракона оставляет по хорошему можно длительность активных воздействий уже сейчас визнуть но радиус меня подводит можно доспехи простые юзнуть крайне мере на ну тоже на этих двух нет есть у меня еще один блесс тоже а о е видите как не очень хорошо заходят деревянное благословение праведность молитвами что же понимаешь что бумагу нужна концентрация начать никогда не скастует по наше упреждение он не скастует не за упреждение он не скастует сейчас из-за того что у него оглушение и бой такой что два танка прошли вообще вперед а так обычно к ним не подходят лучшим скастовала 1 к стола 20 стал 3 только когда пришли его оглушили намертво туда есть проблема бобер заряжает не хочу тратить нарезаем просто это что ему хреново это да и хорошо бы восстановить выносливость блин реально час мак можно о камни полетели мак минус да у меня есть резурект я должен сразу же это делать бобер попал бобер прошу очень важно сейчас дракона забрать очень важно его привлечь на свою сторону призрак и тяжелое ранение тут сражаемся тут сражаемся ой тут кастуем еще не скастовая свою базовую штуку ой как танку плохо сейчас он умер от дракон за меня все равно все плохо справа еще появляются появляются враги встает с одной стороны ашот сколько 22 секунды может разрулим может быть и разрулим так что мне нужно мне нужно сгруппироваться направо разобраться с этой кучей так на пофиг возвращаемся раз здесь достаем восстанавливаем у большинства выносливость 2 тут наверное возьмем хорошо бы зарядить фаербольчик туда уже пора нет наверное надо с этих сначала с этим справиться вешечка пробиваем раз ты работаешь ты оглушен бобер отступает там так закидывают снежками что мы тупим скастовал же он уже одного убил кстати мне очень нужен танк так могу вот так вот выносливость восстановить по фасту ну лучше верхних добить и лучше отвести еще немножко или даже выстрелить на пофиг этого добить например тяжело ранен хорошо а лот главное чтоб продержался у него второе дыхание и ему очень плохо второе дыхание успевает юзнуть тут надо им опять ауешинуть хорошо проходит еще отстойка тема тяжелая легкая при смерти перезаряжает бобер а вот бобер не должен перезаряжать бобер должен вот так тоже мочить как можно быстрее нужно этих упырей убить более того сейчас наверное необходимым стойком стойком даже сделать второй резерект пока не поздно хотя 18 секунд запас еще есть чем раньше танк вернется ко мне тем лучше у меня есть еще один из а я не добегу ну время добегать где у нас там труп лежит где-то здесь вот он эдер вот так вот хорошо 1 минус 0 там 2 стана к сожалению ранение при смерти может тут все таки ауешку сначала пусть да стойк должен помочь вот так вот пустите ауешку чтобы своих подхилять и тех задеть я понимаю что у них там к холоду у кого-то урон это вообще не уязвим да не подойдет что может подойти ну луч света может подойти но мне нужно что-то такое что у тебя таких заклинаний нет в принципе может и так сойдет по призракам то мы пробьем этого добьем этого поближе главное еще подлечим наших слишком много народу попадает под благотворное влияние ой ой кажется дракон не выдержал да да теперь типа и рогу надо воскрешить да очень интересно предел мучений давай с вертушки убирай блайт этого неуязвим да по этим попадает окей а и дракон пришел в себя раньше положенного срока да ну видите первый раз не захватил потом серия может быть кстати стоит не стоит вообще отходить далеко то есть вызвал самонов и не разбегаешься вообще от этой кучи чтобы не было такой темы что проходит пацаны я понимаю что это сложновато в том плане что если дракона уешнет то это все надо было передать самонов забыл сделать тут максимальная точность сначала апаем вот так вот тут юзаем защиту от страха стой кастует ты пьешь пей пей михаил да давай попробуем здесь держаться просто хотя кажется это чем-то это кажется неправильно ну поплотнее попробую по крайней мере за за защита от страха прошла блэс от стойкам надо наверно отойти уже после этого отойти чуть чуть вперед танка чуть-чуть буквально бобер стреляй ну не лучше святое на точность вот этого святилища так бобер попадает давай 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 работай а я выходил вперед только для того чтобы бобер смог захватить только ради этого я выходил вперед ну опять пробую контролить этих этим бобер пошел вперед бафа должно хватить ну не захватил опять 25 да что ж за вероятность такая клевая это что ты выкинул скажи мне результат броска 14 ну вот ну вот ну вот ну как ну почему я тебя там бафаю дебафаю как как пушки у тебя воздушки на прям вот против этого привал все весь привала животных говорили с тобой нет блин ты ты просто выкидываешь 14 из 100 и давай попадай называется а этому пред перед этим такая прелюдия долгая подготовки все должно быть четенько все для того чтобы этот хрен встал и промазал красавчик просто красавчик зла не хватает вообще восприятие нужно я съел сколько можно только восприятие хуже чем ну короче говоря проще значительно накидать этих как его бафов дебафов и все восприятие нужно ну там защита 120 восприятие так точность до неимоверных масштабов разогнал бутылками там бафами защитой блин от страха все все стараюсь сделать как надо а он мажет и тут лучше вызывать все таки трех пауков что для дракона это три удара чтобы там не было пауки не пауки и наверно стоит стойкам следующем через shift вот эту тему делать он уже 74 будет больше 45 это плохо почему 45 почему 45 ослепление от драконовской вот этой вот видимо тему полетела так что у нас противослепление вроде было да окаменение паралич нет 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 что-то на более ранних темах хроматоза стрелания тоже лесом или персональные или нет ослепление убирается вот этой вот штукой убирается вот так вот наверное она это типа статусный эффект я восстановлю выносливость у наших этих вот трех пацанов нет сначала сюда зайду через shift потом восстановлю выносливость ну это уже провал да потому что потому что половина хп нет средоточенности на переманивании нет еще сверху я закидываю да ты что обер падает пау ух 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 нет стойк заняться вначале монаху нужно давать все нормально всем нормально можно можно убивать надо только чтобы все было правильно сделано и чуть-чуть везения чуть-чуть хорош 74 попадания давай бобер а бобер попадает ведь попал хорошо сразу же сразу же бобер 2 но чуть левее возьмем крутим здесь пацанов крутим крутим а потом и здесь попробуем закрутить так скорее ой да ладно ты не скастовал что ли вы как как здорово ой как здорово межган мне кажется что не самый правильный путь выбрал хотя может быть и правильный главное попасть блин по бобру окажись я уже не попаду если вы иду дальше получил баф там полный хаос уже злобного духа сзади бьем и этот застанен ты вроде как берешь дракон наш 12 секунд но уже хорошо уже хорошо надо вписываться спасать барсуков сначала нет не надо сначала протачить так чтобы так что делает у нас стойк блэс обычно кидает сто процентов тут можно кстати одного захватить бобром сбивай все равно на этого не я бы захватил конец дух вот такого вестника смерти у них вроде как с волей потому что нормально с волей не помню не тратим пока что вещи этим бобер отступил стреляет по блайту по верхнему у него кстати какая там не буду я пушку менять все таким туда же древесный жучок жив как это неудивительно а лот пошел ставить вторую вторую штуку не будем этого делать будем просто закидывать сюда фаерболы хорошо стена пошла и стойка чего ой чего там там стойку вообще не очень что я могу сделать быстрее этого убить ослепление кинуть например да он при смерти уже надо просто добиваем раз на переключимся этим наверх ужас не достанет попробовать вот так и добить 1 и того оттолкнуть ох ты парализация на стойка восстанавливает красавчик давай еще меткость и не нельзя тратить ее нельзя 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 это это под дракона уже надо снова оставлять потому что это в единственном экземпляре светилища у нас в единственном можешь делать можешь сделать блэс стандартный хотел вообще ничего не делать лучше просто разбираться с этими вручную например фигарить вот так вот огнем нет нам нужна точность потому что потому что бобер уже может мазать и потому что с него как будто все бафы сходят а дракон уже вражеский ну это по пандос это просто по пандос уже вот уже да ну вот да наверно с него меткость ушла кстати там жучок один минус нус сейчас еще бобра достанут танки у нас потупливают слегонца и это очень печально здесь нужно точно вороночку делать бобром надо отступать таким от драконом минут уже хаос просто хаос опять его отпустила раньше он он где-то ну секунд 6 продержался с 12 точно не больше а мне еще нужно каким-то сумасшедшим образом восстановите выносливость при этом то есть попасть переманить при этом не умереть а дракон в свободном еще полете находится что конечно серьезной проблемой а вот все танк пошел бобер попади прошу ну давай попал есть но не хватило сосредоточенности господи что ж ты делаешь то ну дракон пытается баб обойти огненную преграду это прям замечательно может делать баф на святое сияние или все таки давай сделаем баф на святое сияние ну потому что может потом закрепить эффект чтобы он дольше ой ко мне пошли сейчас будет ауешечка стойк может не видеть здесь надо было делать доспех бобер а чё ты не стреляешь скажи мне пожалуйста вот скажи мне это как на духу хотя у меня там перезарядка еще закова там свертушки будет вестника смерти убирать точность бобра окружение да давай вот так сделаем еще стойка молодец конечно стойка держится красавчик а бобер промахнулся бобер промахнулся плюс тут еще защиту не почему-то танк не юзая а потому что у него и и включена он охрененно умный сейчас он пролизован я ему дважды дважды тыкал эту защиту короче понятно все тоже нужна помощь нужна нужна лучше помочь танку на самом деле потому что не будет танка не будет ничего набер попал но танк почти сдох пробую захватить стойк давай-ка может все-таки восстановим выносливость тут успеешь успел хорошо параллель через секунду спадает не 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 снял хорошо второе дыхание да здесь фаерболт да стойк какой же молодец стойка да и повысим защиту у всех пока есть такая опция или и этот этих угроза не предстоит надо уже защищаться защищаться сударь свертушки убрал молодец еще разок свертуха на тому не подходит даже не бояться подходить нормально не успевает второе дыхание он уже в руки вверх вскинул и резурек нужен сейчас вместо если драконы не завалили сколько ты путь кинул скажи мне 11 отгубок 11 вот и там даже если пункте но 30 был бы промах он кинул 11 это беда у всех и включен охренеть а почему не не у всех у всех а почему у всех и включился еду не съел я посмотрим как у всех появилась и еда съеден он они не съеден он слушайте 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 давай всем 8 9 10 11 12 13 14 14 она не ест все сейф дракон все равно видите он такой непростой для меня по крайней мере тут 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 а где этим пучков забыл так стойк 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 а что еще сделал стойком такой вопрос давай меткость случае и пошел опять ауе от этого вообще всеми собраться для следующего хила моберт конечно попал на первых все с ума на лесом пошли давай-ка ты выносливость все-таки стойк должен будет сделать вот так вот выносливость так это бабчик зашел к этому точность слабенькая точность нужно ждать когда сработает аллот когда сработает аллот аллот сработал вроде как убрал эффекты не убрал точно не убрал ослепление не снялось 1 в любом случае я должен пытаться а нет стоп я он низко стал очень вот так сейчас к стал все на нет как посмотреть все статусы если не помещаются опять у меня включен так хотя вот снялись по вероятности снялись видим все хорошо 85 вместо 56 уже замечательно надо как-то только вырываться враться вперед и контролировать тех кто будет подходить сейчас мешать а чё ты чё ты стоишь тупишь скажи мне дракона захватили на 25 секунд дай бог чтоб хотя бы половина этого времени реально было был он под моим контролем вестик смерти хорошо сейчас перегруппироваться точно валим отсюда к чертовой бабушке единственное что мне бобром будет крайне сложно отступить потому что на мне дух и собственно блайт из нет все таки меня этого бафа его как раз нужно поставить чтобы и минус точность и плюс к точность к себе вот таким вот образом бобром возможно стоит для начала нет надо отойти да ё-моё не могу отойти и оглушили срочно выведение бобра надо делать а вот еще не атакует из-за того что я полностью отключил и кстати зря это сделал потому что большинстве и по крайней мере помогали хотя сейчас другая ситуация 2 из вертушки нифига себе он мочит реально убрал с вертушки просто взял убрал этих засосала опасная трясина поставлю там чтобы весело было стенку бьют нашу подругу бобер тоже так бобра выводим наверное стойком отступлю сейчас умрет подруга наша если этих не засосет подруга умрет что же сделать аллот аллот пока так так умерла этом но можно поднять будет ой как хорошо это мочит поднимать или защиты апать не наверное надо сначала выносливость у тех кто здесь а здесь все и у всех есть проблема определенного толка с выносливостью ну кроме бобра у бобра то да как вот мне выйти из вот этого состояния вроде как должен заюзать какую-то обилку но что-то как мне выйдет у меня получалось иногда вывести его из этого состояния чтобы он и сумраком показался ну что а у дракон уже вражеский и бобер не может ничего сделать дебафф же еще висит кажется можно из-за дебаффа выходить мне кажется мне придется делать а я не могу делать а лотом ни чертам сколько он будет висеть да он долго выведение там 20 секунд там парализация о бобер готов вроде все можно 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 главное попади прошу тебя хотя там полная жесть идет прям полная к нам надвигается здесь стран сразу получает наш монг бобера ты можешь стрельнуть не может он стрелять может а белка какой вот может а белка можете взять после того как закончилась там видимо первая фаза так ты идешь сюда тебе нужно свертуха на типа этого вырубает но все очень плохо возможно придется делать сразу резурект после этого всего делом так бобер пришел в себя у него кстати откуда-то средоточенности есть я побежал тут доспех врубаем пора делать резурект ребят пора делать резурект надеюсь на двоих попаду не знаю это может танк еще отдастся не стоит наверно торопиться до срезуректом блин бобер опять промахивает сколько на этот раз 38 до 38 это хорошо на виду отсутствие бафов ой дракон чертов дракон у меня еще есть несколько персонажей которые вот сейчас с монгом более-менее так начал разбираться что он может надо его внимательно контролить а так то вообще новые персонажи не сразу на дракончика это конечно определенные испытания ну я надеюсь мне повезет так а кто там вызывает у нас пучков вот вызвали молодцы надеюсь надеюсь я искренне что бобер попадет защита от страха есть то есть сразу водоворотик здесь делаем пофиг тут монка оставил он хорошо стоял а сюда танка подведем бобер попадает сразу идем так голум поддержал ваш канал на сумму 100 рублей спасибо тебе привет я сегодня шел в магазине по дороге встретил слухого человека с палкой который заблудился и шел по траве не туда но я подошел спросил куда ему надо проводил его потратив половину своего перерыва а напоследок он развел руками и просил передать майкер и уши и вновь пас точнее вот так ю шел но пас да ну и кажись бобер сейчас выйдет из пределов бафов это плохо пусть сразу хотя бы выстрелит получился ли баф да получился ли баф всем ли баф пацаны так так дьявол пошел сюда атакуют со спины тут мы получаем раны бобер пока перезаряжается но в принципе не давай-ка еще разок бафнем бахнем а ты застанет да вот почему ну ничего страшного 95 точно нифига себе я жду блесса пока есть с ОМОН и можно работать о тут есть уже рана там монг правда сейчас его застанили 95 кажется максимальный ах что это как это просто взяли и ваншотнули 2 а это дыхание уаа красота какая а вы посмотрите Просто все было ровненько Перфекто было, перфекто 93 сосредоточенности у бобра Все молодцы, все живые Резурект у кого? Мне кажется, у Волота Волота, Резурект Инфа-соточка Болин Да, добрый вечер, Рэлдор Привет, мы тут гасим Пытаемся сгасить дракона И я же доведу его, когда он останется один И не факт, что при этом удастся его убить Это еще большой-большой вопрос Хватит ли мне... Должно, конечно, хватить урона А прострели разок, ладно А какая у тебя вероятность? 60, а прострели чего? Так мы можем сэкономить массу времени А это плохо Давай-ка с этого начнем Попал бобер В хорошем смысле этого слова Сейчас меткость все равно пропивает Наверное, может, нам все равно нужно Не Не Ой Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй Ой-ёй-ёшеньки Я тут, кажется, все Товой Пробую вниз, попробую уйти Но сейчас это будет АУЕ Оп, оп, смотрите, все живые Магия, 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 смотрите, все живые Оп Пока еще все живые Но Значительную часть ХПшечки, хпшечки Мы лишились Жуки здоровые, правда Вообще здоровенные жуки Надо стойком Немножко восстановиться Тут скорее всего надо Еще разок Сколько вероятность попадания? А, ужас Про ужас-то я и забыл Так, бобёрок, запили тогда вот эту хрень А, ты не попадёшь просто Вот ты, ну, бас Ну, выпей тогда ещё Бутылку точности ты же пьёшь Выпил, хорошо Тут баф прошёл Там баф прошёл Везде баф прошёл Тут мы сюда идём Сколько точность? 21, слабо А сейчас 36, слабо А сейчас 36 36, Карл, с чего? Ужас всё ещё Как ужас всё ещё? Что ж ты скастовал-то, гад? Блин, там уже Вовсю заварушка идёт Хорошо, я не туда прошёл Ну, какая-то какой-то полный фарш Происходит Все уже сейчас на бобра пойдут А бобру вообще не хочется Вот в таких Замесах, я уверен Принимать участие Ааа, там оглушение Ааа, стойк Уже кастует блэс Тут вертухан нужно вообще на автоказ поставить Чтобы он просто месил и всё И маг окочурился В попытках снять страх Я не знаю, что такое Как так вообще? Но что-то меня убивают Чуть ли не чаще, чем в прошлые разы Перепредставь, чтобы у тебя было спор на тысячу Да я, блин, вообще Не дай бог Так Не дай бог Потому что, ну, это какая-то Какая-то жесть Во многом Где-то рандом Где-то Нужно, наоборот, спокойствие какое-то Которого у меня нету Что ж ты делаешь, Василия? Ты и так вызываешь уже У него Да, вот у этого упыря А ты сразу Снимай ужас Я же тут всё подготовил Всё подготовлено Здесь я ему могу Поставить Агрессивное, да? Я делал мучение При первой возможности Я расстагоню Вражескому глушающий удар При возможности Хорошо Так вот Так, бобёр Что там у нас? 75 Вот тоже хорошо Когда нет страха Всё прекрасно Так, этих вперёд Нафига стрелять? Ты подходишь Так завязываешь Ты подходишь поближе Тут блэс нужно С запасом сюда Сделать И на правого тоже Тут так Ашот пойдёт, наверное Вот так Нет Просто подойди чуть поближе Бобёр Бобёр пошёл захватывать Кажется Нет, у неё не было задания Как так получается Блин Вот здесь сделаем Мир ремейдж Здесь проследим Чтобы раны не копились Ты Подходишь в тыл Захват не удался Захват не удался сразу же Стойк Кастовал Так И кастует ещё Меткость одну Так Да потому что Да потому что Потому что по-другому Ну Судя по всему Повелитель огня Результат броска 23 8 15 Промах Чуть-чуть Не дотянул Вот чуточку Прям 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 Чуточку Так А лот у нас Парализован Может какие-то есть темы Со снятием защиты Урага Есть В общем-то У тебя у самого Они есть Кстати Интеллект Восприятие И точно себе Что самое главное Можно Заимствованный интеллект Попробовать на него Но есть вероятность Что А Слушайте Я же могу Заимствованный интеллект Сначала сделать Какую-нибудь мелочёвку А потом уже Потом уже С точностью Плюс 20 Воевать Тут вертухан Идёт Как себе плохо Самоны заканчиваются Здесь наверное Надо ставить Не, не надо ставить Не надо ставить Не надо Р Как отменить Поздно Уже юзнул I'm no use here Там неэффективные Удары против этого упыря Сейчас все на бобра пойдут Окружение точно Снизилось Но он попал Разок Ладно я пробую На шару Дракону Прямо здесь Захватить А шо должен Контролировать Как-то это А то Уже Полный хаос Тяжёлое ранение Да Давай так Стяжка пошла Прямо на бобра Надеюсь ты успеешь Скастовать Друг Вот реально Надеюсь Что ты успеешь Скастовать Потому что Если нет То это До свидания Так не хочется Фаерболом Туда Заряжать Да и не будет Твоего Фаербола Потому что Ты Оглушён Есть Дракон Наш Дракон Наш Пацаны Бобром Уходим Да Вообще Бобром Уйти Это Изи Просто Выходи Куда Хочешь Куда Угодно Выйти Можно Ну давай Раз уж Мы Рядышком Ужас Кстанём Так Ашоту Плохо Это Мы Почти Добили Выстанавливаем Выносливость Ашота Он Встаёт Убиваем Этого Хорошо Ребята Есть Шансы Так Упыри Упыри Мелочь Мелочь Там Тоже Мелочь Ой Главное Сейчас Не Зафейлить Ой Главное Не Зафейлить Как Бобром Вообще Отсюда Уйти Из Эпицентра Вообще Такого Дичайшего Тут Справимся Скорее Все Справимся С вертушки Уберём Стойк Может быть Стоит Сделать Вот так Вот Ты недалеко И как раз Хорошо Зайдёт Этот столб Фаербол Сейчас Ювелирненько Запилим Бомбом А вот Час Умрёт Парализация Сработала На бобра Парализация На бобра Да я не хочу Введение Делать Бобру Наоборот Он уже Готов Оттуда Выходить Главное Успеть Вот это Сделать Давай Тут Мир Ремейдж Мага Отведём Этого Подведём Теотач Добивает Так Господи Где мой Танк Верни Блин Я всё Прощу Не может Бобер Уйти оттуда Надо Так Застрелять Пытаться Убивать Надо Проверить Ещё Какие Блоксловини Стандартные Есть А вот Второго Благословения Нет На Двадцатку Делаем Так Тут Сделаем Вот Так Дракон Всё ещё На что Очень Хорошо А Лот Ну давай Аккуратненько Только Надо Лот Помочь Он Сделает Разок Мер Ремейдж Но боюсь Что Этого Может Не хватить Давай Вот так Дам Давай Побер Попади Прошу Там Дракона Отпустят Скоро А вот А вот Вроде Как Держится Просто Попади Паралич Паралич Ушёл Не ушёл Надо Надо Лотом Снимать Паралич Ну Из Предмета Потому что По-другому Лучше Были Что Еще разок Стоп Не хочу И тратить Сейчас Заклинание Потому что Здесь Три бафа Есть Доминирование 5 секунд Так Добей-ка Ты Вот Этого Лучше А Бобер Прошёл Себя Смотрите Плохо Что Я им Сделал Такой Ход Мне Остается Всего 4 Секунды Для Того Чтобы Получить Сосредоточенности Побольше Хотя В принципе Осталось Не так Много Этот Ранил Тяжело Ранен 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 При смерти Ранен Это Всё Можно Решить С тяжечкой И парой Ауешек С одной Стороны Но с другой Стороны Блин Мне же Вообще Никто Не должен Мешать При Сражении С драконом Только Этого Блин Не хватало Ещё Я пробую Попасть Бобром По Дальнему Упырю А Лоту Нужно Как-то Здесь Самому Уже Спасаться Я бы В интересном Сюда Забежал Потому что Призрак Самый Жёсткий В плане Парализа Какие же Небитые Там Ладно Давай Столб Сделаем Мне кажется Что мне Придётся Просто Сражаться Со всеми Остальными А тут На 5 Человек Зайти Должно Неплохо Этого Если добьём Останется Только Один Этого Заберём Да Можно Давай Вертушечку Ой Как сдуло Нельзя Уходить Станком Парализация На бобре Опять Парализация На бобре Опять Парализация На бобре Волота Проблемы Вроде Как он Должен Кидать Снятие Парализации Бобер Уже А Бобер Успел Выстрелить Бобер Успел Попасть То есть Теетически Он может Кинуть Сейчас Доминирование Если Только Как Спасать Алота Эта штука У нас Только урон Наносит Да Да Но Вертушка Пойдёт Попробуем Сейчас Со спины Долбануть Всё-таки Никуда Не подошёл Да Оставай Так А вот и Дракон He's back Выпей лучше Резист Ой Твою Мать Он Начал Сауе Добил Сразу Мага Я промахнулся Сколько 63 Там что Страх уже Там страх Который я пропустил Должен был предвидеть Блин Хавчик мешает Немножко Тем что Статус Ни хрена Не видно Это был не самый плохой вариант Мы почти убили С одной стороны Не всегда везло А Сейчас Сейчас же Будет ещё Я попробую Сейчас бобром За 50 Средоточением Юзнуть Обилку А потом А потом уже С большей точностью Всё делать Как надо Такой Вот у меня план Главное Ничего не забывать Действий параллельных Крайне много Происходит Но Всё это Очень важно Помнить И делать Протакуем Ок Там будет уже Больше 75% Защита от страха Пошла И сюда проходим Ты тоже сюда проходим Поближе подходим Всеми на дракона Накидываем Попал хорошо Теперь Что у него По По Описанию Средоточения Упреждения Минус интеллект Минус восприятие И мне Плюс Точность Отклонение Стойкость Реакция Воли Ещё 20 Ко всему Есть ли Рейнджом Рейнджом Сзади Появились Упыри Я их Кручу Верчу Точно Что они Ой Да я тут Ой У меня там Маг Просто Очень Сильно Впереди Так стянули Хорошо Стану Правда Прошёл Ну да ладно Другу поддержал Ваш канал Другой Спасибо тебе Вы видите Дракона Ваши действия 1 Стойкость 10 Выдать Филу 2 Ловкость 13 Убить всех Кроме дракона И взять 500 рублей Доната 3 Восприятие 15 Не выполнять 4 Я упы Хочу увидеть Результат Голосования Я Понял Что ты хочешь Чтобы я голосовалку Запилил Насколько я понимаю Так Точность 99% Сейчас уже 32 По дракону Уже Ну там В чатике Напишут Добрый 99 Точность Это не при полных Бафах Ещё Топчик Топчик Ребята Топчик Было сразу Так делать Васи сувалий Нет Правда Мне придётся Сейчас танковать Какое-то время Этим Вообще Здесь надо было Тоже стягивать Чтоб не разбредались Брусуки Чтобы это сделать Нужно Ой Сейчас будет Ой-ой-ой Сейчас умру Здесь Скорее всего Нет А чё он делал-то Бобёр Попади Прошу тебя Ну Прошу Свертушки 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 Нет Попади Бобёр Ну Попал Хорошо Ну Дело Осталось За малым Малый Конечно Здоровый Но надо Очень надо Кстати Хорошо Когда монах Рядом с Чёрной дырой Потому что Тогда же Масса 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 Этих Ауешечек Идёт Да ну Умрёт Короче говоря Мак у меня Надо с этим смириться Хотя Блин Вот сейчас он пришёл В себя Напоследок Ну По нему Уже Замах Идёт Так Ну Бобёр Давай Так Мак Всё ещё Живёт Что Крайне Удивительно Крайне Прикрайне Успел он Ещё Прийти в себя Дракона Захватили Что там Точность 125 Минус воля 118 Я его Перегнал Даже По Атаке Защиты Попадание 55 На 25 Секунд Ладно Работаем И надеемся На то что Эти 25 Секунд Они будут Но сейчас ещё Бобёр Благодаря меткости Начнёт Настреливать Остальных То есть Вот этого Можно настрелять Здесь надо Вот так Вот сделать Так Только сейчас Не за фейли Прошу тебя Блин Тут реально Хорошая ситуация Эти под контролем Эти с Тоже там Стяжку Сейчас сделаем Дракон Их отвлекает Танк свободен Этот свободен Следить за Нет Падает Падает Наш маг Это как раз Его надо Воскрешать Надо воскрешать Обязательно Увы Бобра Снизилась Точность Но не так Серьёзно Как Может внизу Какие-нибудь Ауешки Дополнительные Запилим Они там Все битые Битые Может Нет Бобром нельзя Ауешки делать Ну ясно Ещё этот Упырь Мне Резурект Пошёл Давай-ка Закинем сюда Вот так Там слишком много народа Нужен контроль Ты восстанавливай Выносливость Всем Бобёр Бобёр попадает Убивает Раз Ещё Ещё Нужно Ещё Наверное После выносливости Сейчас сделаем Столб сюда А может Сразу Столб Смотрите Тут прям Прям хорошо Должно Зайти Нет Нельзя Стратить Вот этот Можно сделать Сбивание С ног Может И подействует Их довольно Много А Ну Плотность Не очень Высокая Что Я Могу Что Я Могу Особо Ничего Не можешь Тут Стреляем Тут Атакуем Тут Сягиваем Сяжка Пошла Хорошо Сейчас Закидывай Просто Фаербол Туда Нам Нужно Наносить Урон Тут Избавились Кстати От Двух От Этого Тоже Скоро Избавимся Он При Смерти Бобёр 79 Урон Это Фигня 84 Лучше Поэтому Похоже Достать Что-то Спало Опять Либо Это Бутылек Либо Это Что-то Бонус Разовый Бонус А у Мне Что-то Вообще Все Плохо Все Молитвы Надо Обновлять Стандартную Молитву Обновляем Только Дракона Главное Не задеть При этом При Всем Фаербол Раз Калоты Там Прорываются Фаербол 2 Оглушение Еще Дай бог Он опять Умрет Я могу Попробовать Его спрятать Блокировкой Боли Это риск В том Плане Что По нему Там Снизу Стреляет Видимо Давай Блокировкой Боли Спасем А нет Он Он Справился 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 Живет Значит Пока Не трогаем Ты Пока Бей Этого Или Лучше Побежать К этим Товарищам Давайте В инвиз И сюда В инвиз Говорю И сюда Что нам Еще Нужно Можно Благословение Второе Кинуть Но Мне Жалко Если Честно Я Бы Зарядил Что Ни Огненное Или Например Доспехи Которые В принципе Мне Помогут Станы Станы Надо Этих Убивать Может Не Стоит Жалеть А Сеющий Маяк Пока Поставим Так Вот По всем Побер Снова Попал Кстати Вот Хорошая Связка Что Хорошо Вот Взяли Заимствованный Интеллект И После Этого Уже Только Начали Разоплотнять 7 секунд По доминированию Зашел Маяк А Блэст Не Скистовал Да Да Блэст Не Скистовал Хотя Моё Вот Тебе И Шифт Вот Тебе И Шифт Это Сейчас Этого Опять Могут Убить Я Бегу Нет Не Сюда Бегу Не Тупи 90 Тут Тяжелое При Смерти Тяжелое Тяжелое Ранение Легкое Вот Эти Вот Два Самые Жесткие И В принципе Можно Было И С Этим Окаменение На нем Работает Ничего Себя Я Пьюзнул Тут Свободу Действия Лучше Или Подхилял Б Даже Давай Вот так Вот Лучше Сделаем Но Слишком Вискованно А Лучше Смолет Ой Из Подтишка Нас Ракет Не Уходи Далеко Нет Только Неволото Неволото Хорошо А Капец Дракон Раньше Вышел Из-под Контроля И Ваншот Ну Просто Троих Четверых Но С каждым разом Все лучше и лучше Все нормально будет Начинаем С Да 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 И да Ой Нет Не да Во Четенько Четенько Хорошо 75 Бобер попадает Ну Если Если захочет Попадает Хорошо Может быть Поменять пистолет На винтовку Кажется она даже лучше Дамаджила Чем Чем Этот пистоль Несчастный В следующий раз проверим Мне казалось Что больше Дамаджила Или на второй пистолет Его тоже Грэдануть можно Так Здесь Он Докастовывает Грэд Докастовывает Вот эту штуку Правильно Только В правильном направлении Тут Так Тут Так Одного Сюда Упыря Бобер Работать Пробует Бэм Поддержал Ваш канал На сумму 111 рублей Спасибо Привет 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 Давно не заходил Последний раз Был Ведьмак А тут Зашел И сразу Какая-то Сложная Игра Как твои дела Да хорошо Спасибо Что зашел Давненько Darkest Dungeon Пропустил Эх Хорошо Дела Сложный Дракон Выше Левелом Но Мы можем Его победить Должны Лучше Я сюда Зайду А где Воронка Что-то Я не понял Я же Хотел Кастовать Хотел Да Не Кастовал Наверное Вот так Ее Надо Поставить И сразу же Сразу же Сразу же Сразу же Туда Начинаем Методично Закидывать Дмаджащие С пылы Бобер Вроде Попал Вроде бы Попал Да 99 По кому Больше Урона Нанесу 54 По Слизняку Скорее всего Ох Стоик Стоик Что же Еще Можно Сделать Давай Все Таки Вот Эту Лауру Потому Что Надо А Ты Нет Так Так Здесь Хорошо Бы Еще А Тоже Застанели Ой Беда Да Я хотел Сделать Стену Стену У меня вот Один призрак Один несчастный Призрак Очень расстроил Блин И они Подходит Так Пошла Волна Кажись Куда Полетел Он Смотрите Внимательно Так Улетел Хорошо Улетел Улетел Не Он Стоит Под Станом Все Бобер Попал Но Не Хватает Дамага Сейчас Оглушение Через Секунду Снимется Стоик Ну Куда Что Ты Пошел Вдруг Давай Лучше Все Что Нибудь Такое Честно Полезное Какое впечатление Что я не попадал Где мои Где вот эта вот Аура Я же и в самом начале Кастовал Ооо Пошла Ауэшечка Убили этого Упыря Бобер Почти готов Пошел Бавчик Раз Дай бавчик На защиту Двас На защиты Двас Тут надо Ааа Нет Стопы Стойкам Наверное Все таки Надо Надо Выносливость Восстановить Вот так Вот Тут вторую Стяжку Надо сделать Чтобы она Под первую Ближе К первой Затянула Пацанов Два Хита Господи Два Хита Карл У мага У нашего Ой какая стяжка Ты что Второе Дыхание Успей Прошу Блин Там Доля Секунды Парализация Бобер Попадает Красиво Тут еще Все Взрывается Паралич Пошел Что Делать Резурект Сразу Или потом Да Сразу Надо Сразу Надо Сразу Миша Пока Там Дракон Стоит Все Вроде Неплохо 85 55 Можно Что Нибудь Более 24 Вот Поэтому Пожалуйста Паралич Паралич Хорошо Что Он Стоит Я Постараюсь Не Провоцировать Настреляю За Одну Бобром Встает Алот Так 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 Я вот Тогда Попереманивал Если честно При смерти Ранение Тяжелое Ранение Вообще Фигня Осталась На самом деле Лучше 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 Держись 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 94 Решительность У бобра 94 Может я тогда возьму Сколько там действует баф Он же наверняка Уже спал Правильно Где текущие Текущие Только вот здесь Да Да Там Закончилась Эта штука Надо вытащить У кого-то Наиболее уязвимого Взорвался Раз Хорошо Стяжечку Я уешечку Давай стяжечку А потом я уешечку Смотри как тут хорошо Можно зарядить Держись Так Ты бей лучше этого Ты бей этого А Он из-за стены Огни не может Огня не может пройти Ну это тогда топчик Вообще Нет Он пошел Ему пофиг Он просто не видел Не Раньше он через стену огня Спокойно перешагивал Ты его не останавливал Нисколько Это не стена огня Это просто Такой дракон Закидываю фаербольчик Восстанавливаем выносливость Ну что Может имеет смысл сделать Обновить Блесс Он вроде закончился Обновляем Блесс Бобер Сначала будет Пиявочкой высасывать Здесь надо уже делать армор И принимать удар Танкный Хороший фаербол Оооо Этот все таки умер Монг у нас умер Это плохо У меня есть конечно резурект Но Он остался один Я бы хотел Силу восприятия Благодеяния Заступника Сделал Хотя не обязательно Ее делать Не я могу свитком Воскресить на самом деле У меня же есть один резурект Да и он сейчас Особо не нужен Монг Его ближе к дракону Нужно воскресить Хотя дракон Как нельзя Ближе Близко Не 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 Я его сейчас захвачу Попробую захватить И по мере того Как будем разбираться С остальными Будем уже делать Резурект И прочую Лабуду Так Это да Это Кстати ослепляющий удар На дракона Может подействовать Потому что Тут же точность Консты Так вот Фаерболами Спокойно Закидываем Прям спокойно Спокойно Закидываем Не жалеем Нисколько При смерти Ранение 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 Легкое ранение Так Бобер Бобер Пытается переманить Сколько у него точность 64 Очень плохо 60 Почему Неужели страх Да Испуг 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 Успуг Уже есть Снимаем Испуг Да ладно Только не говорит Что Испуг Был у тебя А нет Испуг Только уж Устойка Остался Снимать Испуг 20 Штраф Тут восстанавливать Наверное Выносливость Надо И парализация Настойка Парализация Настойка Парализация Капец Там Пробивает Танка Наш Уже второе Дыхание Ее Зать Оооо Косяк Это просто Косяк Такая Подстава Один Умер Все Ранены Испуг Я не могу С хорошей Вероятностью За Того Замесить Тратить Нельзя Парализацию Снимаем Хотя Он на Одна секунда Я пока Буду Кастовать Все Закончится Все Надо Уже Кастовать Почему Ты не Делал Второе Дыхание Вась Есть Захватили Дракона 24 секунды Ой Умер Кто Умер Кто Кто Умер Так Двое Умерло Двое Умерло Раз Второе А Второе Здесь Рядышком Двадц Хорошо Следующим Мы делаем Резурект Резурект От Кого Лучше Свитком Сделать Резурект Восстанавливаем Танком Отходим Здесь Настреливаем По По Верхнему Ой Близко Хорошо Сейчас Дракон Возьмет На себя Тех Троих Четверых Я С двумя Справлюсь Настреляю На Выносливость Надо Самое Главное Восстановиться Хорошо И Готовиться Накидывать Заново Бафы Может быть Кстати Единственным Последним Сделать Щиты Для Правоверных Чтобы Ой Не Щиты Для Правоверных Кстати Щиты Для Правоверных Это же Ауешечка Тоже Не Ауешечка Нужно Бафы На точность Нужны Бафы И сохранение Бафов То есть Скорее всего Надо взять Просто Вот такое Спасение Времени Какой там Рейндж У него Спасение Времени Хороший Рейндж Сейчас Собираемся Вместе Танка Подводим Бобра Подводим Расстреливаем Резуректим И Все Так Давай-ка Ты Еще раз Эту штуку Бутылки Еще же Нужны Ребят Бутылки Нужны Очень Нужны Бутылки Так Стой Ко Ты Не А Ты Ресаешь У нас Хорошо Ждем Резурект Это Раз Выпиваем Бутылки Которые Там На Блин Там 20 секунд Некоторые Бутылки Не нужны Которые Там С Минут Хотя Б Действуют 45 Минут Давай Вычет Урона Для начала Ты Нет Ты У нас Сначала Да Уже Выпиваем Бутылки Раз Всеми Причем По Бутылкам Надо Пить Это Что Такое О Выносливость Хорошо Еще Зайдет И Плюс Максимальная Выносливость Надо дождаться Когда встанут Люди Встали Хорошо Выносливость Плюс Максимальная Выносливость Раз Тут Тяжелое Тяжелое И ранение Тут Ранение Тяжелое Ранение Хорошо Бобер Начинает Настреливать Вот так Пожалуй Тут Мы Сейвим Здесь Вряд ли Надо 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 Что Что Такое Тоже Пропивать Что Надолго Чего Надолго Будет Хватать Ладно Давай Пока Так Духовный Щит Раз А это На сколько Все Защиты Всего Лишь На 12 Секунд Так Давай Сделаем Одну Выносливость Из Разряда Где Нет Бафов Серьезных На Вот это Вот Самый Несерьезный В общем В основном Небольшое Количество Выносливости Но зато Всех Ладно По бобру Там и не нужно Особо Попадать Так Выносливость Еще 22 Слабо Слабо Я понимаю Но Еще укрыться От стихии Бобром Пару Раз Попасть Хотя Б Потом Мы Сплетимся Танка Подставляем Вперед Сплит Не Очень Серьезный Для Того Чтобы Успеть Накинуть Три Бафа И Укрепить Их На Или Заранее Нужно Кидать Я не Знаю Как Работает Этот Скилл Дать Больше Времени Продлить Действие Всех Благотворных Воздействий То Сначала Это Сначала Все Остальные А потом Этой Может Сейф Это Битва Какой Сейф Да и Не По Хардкору Это Это Традиционно В Балдер С Гейте Тоже Нельзя Было Сейвиться Во Время Сражений Чтобы Такие Вот Обузеры Не Да 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 Так Допустим Здесь Я Выпил Раз Здесь 45 Секунд Наверное Тоже Стоит Выпить Два Тут Свертушки Был Поубирать Его Парализовали Там Стойком На Сколько На 5 Секунд Ё-моё Надо 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 Через Шиф По Кроме Бобер Попал Разок Это Очень Хорошо Лучше Он По Нижнему Пусть Стреляет Хотя Нет Лучше Чтобы Он Добил Добил Того Из-за Парализом Выпивай Друг Там Раз Два Осталось Мало Народу Правда Вон Там Еще Один При Смерти Блайт И Хорошо Бы Еще Одну Выносливость Запилить Блин Капец Она Мне Курочка Сейчас Есть Нет Курочки Надо Курочку Хряпнуть Еще Успеть Может Может быть Даже Оставить Одного И Заимствованный Интеллект Взять Бобру Чтобы Точность Была Хорошая Блин Что Что Происходит Там Так Ты Выпил Да Давай Через Shift Курочку Дракон Дракон Пока Занят Поэтому Я могу Себе Позволить Так Последнее восстановление Выносливости Пожалуй Да Не Надо Начать Уже Бафать Потому Что Он Скоро Уже Либо С этими Справится Либо Надо Короче Бафать Минус Еще Один Бобер Добил Добил Там Парализация Которую Так же Срочно Надо Снимать И Он Сейчас Этого Добьет Там Есть Один Дальний Так Бобер Думай Раном Вытаскиваем Из него Или не вытаскиваем Вытаскиваем Из него Давай Попробую Спеть Сняли Хорошо Сейчас Успеем Вытащить Главное Никем Не Бить Больше Вообще Отойти Нужно Чтобы Он Вниз Ушел Так Есть Первый Баф Начинаем С Крупных Дальше Идет Второй Баф Есть Бобер Баф Носом Хотя Заимствованный Инстинкт Блин Лучше Пусть Бобер Добьет Пусть Лучше Бобер Добьет Ну Дракон Правда Сейчас Будет Пробивать В любом Случае И он Его Убьет И пойдет К тому К нижнему Я должен Выставлять Уже Пацанов Правильным Образом Стрелять Бобром Пытаться Догнать Это все Дело Капец Какая Грязь Просто Помним Что на него Разъедающее Действует То есть Надо еще Зарядить Четыре копья В него Ой Не успею Зарядить По нему Да Там пока Перезарядка Пока он еще Подойдет Ну значит Бафаемся Еще Еще один Баф Идет Дальше У нас Идет Что Пока К точности Благословения Делаем Дракон Добивает 321 Урон Господи Может по своему Зарядить Может я Таким вот Образом Смогу Перевойти В драконов Свинью Нет Так рисковать Не стоит Проверять Еще Сработает Не сработает Сейчас его Уже Отпустим Выпьем Еще Минус Три Урона Бобер Стреляет В дракона Попадает Не попадает Все Момент Истины Блин Блин Главное Не уешь Главное Не уешь Попадает Даже Танк На 20 Бобер На 32 Паралич Не действует Надо Просто Атаковать Его Просто Атаковать Хорошо Ты Венвиз Ты Копьем Надо Закрепить Еще Эти Темы Так Не давай Кахавчик Слышишь Попал На 43 Легкое ранение Уже Бобер Давай Давай Ух Может быть Стоит Попробовать Вытянуть У него Еще разок Мне надо Дождаться По крайней мере Когда у меня Закончится Этот баф Так Защита От ужаса Когда Закончится Не вижу Ой Через Секунду Ой Надо Было Заранее Это Сделать Так Пацаны Не Разбегаемся Прошу Вас Не Разбегаемся Надеюсь Это Не Ау Я Прошу Боже Ау Н О О Продолжение следует... 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 давай лечись стан сам не вылечиться тут заходят призраки бобер должен настреливать чуть-чуть восстановили выносливость раз я не хочу его водить не проще воскресить чем тратить сейчас ладно давай так так надежнее сколько оглушением должен пережить особенно после такой темы а после этого уж сам хорошо стоим дракон работает бобер стреляет попадает хорошо еще немного что там по страху бафу и прочим шламление молитва это работает стандартный блэс ушел надо его обновлять ой тут еще призраки заходят кто-то крутится кто-то не крутится вот этот на убить не могу а дракон миг через четыре секунды уже того взрыв оглушения так давай ка ты к нему видишь мне нужна лота как-то восстанавливать не факт что смогу потому что там ему стреляют кто-то из вот этих вот упырей ой подходит еще подходит убьет и дракон еще с нами блин давай свертушки там ассасин побежал вперед бобер перезаряжается а вот живет хорошо пришел в себя сейчас мы после да он как раз это и сделал фаербольчиками 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 закидываем вторую вороночку есть вроде как товарищ наш должен справиться крайне мере какое-то время по потерпит бобер пока перезаряжается 99 точность ну что дракон должен подойти если он не подходит то бог с ним я-то не против я атакую чего-то 68 75 отлично еще одно попадание фарбол улетит здесь атакуем можно конечно в инвиз уйти кстати скресина скресина грамм подводить ой или это от мелких кажется эффект кажется этот мелких эффект тут к сожалению меня того меня опять оглушают я у волота опять остается непонятное количество хп кажется пора уже захватывать да пора с тобой промахнулся бобер а испуг блин я же отмечал что там испуг падает а лот такой косяк а такой косяк так этого убили уже оглушение на танки не восприимчивость к испугу есть захватили дракона отлично держись 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 80 84 89 давай-ка так стреляем здесь надо воскрешать по фасту оглушение да держимся 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 бобер попадает можно захватить кстати хотя это тяжело раненый тяжело раненый не надо настреливать уже ребят надо настреливать возможно кстати этого спасать а лот встает 7 секунд 7 секунда кого лучше стойка не нужно получается фэйрбол фэйрбол сюда по троим или а давай лучше надежно сыграем быстрое заклинание стягиваем и уже после этого фэйрболим так давай-ка ты здесь прячешься лучше фэйрбол не прячется он не прячется я пробую настрелять бобром уже нужно лечиться уже нужно отпиваться потому что 5 секунд и я конечно могу попробовать его захватить снова но боюсь что это неправильно вот с этими я справлюсь с дальним там еще двое блиин че делать я думал Миша уже его победил че так тяжело то ему был же норм трай ваншот минус 5 человек из 6 а так то да был нормальный трай неплохой трай был а это мы теряем вообще с очень высокой вероятностью так а что делать то давай пей тогда раз раз уж эти умрут и так тебе бы тоже пропить всякие полезные штуки стойк восстанавливает я попробую все таки еще разок его забрать попробую попробуем при смерти при смерти при смерти 95 69 60 паралич еще ну ясно три секунды три с половиной секунды до этого ситуация новая так а лот так нельзя атаковать пробую спрятаться да твою мать ну как так то ты три раза подряд оооо извините пожалуйста что то невероятное творится я не должен отходить здесь я должен попадать 106 хорошо я должен наверное сначала все таки заимствовать интеллект увы потому что пытаться без бафов нормальных его забрать у меня только-только вот благословение сейчас второе кастуется и можно рискнуть конечно тут забирают чувака еще три человека не надо рисковать к сожалению надо рисковать надо рисковать воскрешать снизу ну какая там невероятность то будет и что я здесь могу сделать ну съешь уж наконец курочку ну нет выпей так он пришел в себя а нет я пожалуй сделаю разум вот на этом раз здесь стойкам надо полечить лечить или закреплять бафы пока не разбежались пацаны закрепляем бафы там же не все там ужас еще уже почему ужас я же а ужас как ужас молитвы против страха ужас на нижнем видимо так думай думай сейчас каждый каждый ход важен ты вытягиваешь то есть еще три два удара он нанесет допустим это будет танк они парализованные или он пойдет вниз блайт фигня этот умрет этот опасен хорошо бы его убить его убить хорошо бы вот этим товарищем для этого им нужно восстановить выносливость ну у него есть собственные силы что он может второе дыхание в инвиз уйдет со спины второе дыхание допустим он справится сам что у нас по текущим бафам вообще ничего только сейчас первый баф будет короче рано бобер вряд ли попадет шестьдесят четыре даже по слезняку хорошо что я начал вытягивать у него так давай-ка ты пойдешь вниз потому что здесь толку нет находиться нет нет толку ой тебе бы конечно как-то восстановиться блин ладно атакую тогда вот так сейчас потанку будет заходить он выпил он что-то не то выпил лобер пытается да потанку бьют восстановление выносливости как же этот задрал меня давай с вертушки восемь четыре отлично бафнулись раз хотя нет это еще баф не дошел до меня сделаем этот баф дальше делаем блэс и после этого закрепляем или сейчас лучше на вычет урона взять слушайте может на вычет урон реально чтобы танк сражался лучше давай вот так сделаем чтобы бобер скорее всего попадет все равно второй вариант я забиваю на переманивание просто бобром добиваю слезняка с хорошей вероятностью вешаю на нашего танка щит эти здесь про да 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 я не буду переманивать пытаться сейчас я буду просто добивать добивать слезняка с хорошей точностью эти вдвоем должны запилить тут прожали выносливость тут прожали хп тут оглушение сработало тут второе дыхание пожалуйста сразу же нет бобер 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 аккуратно куда ж ты побежал то ну он за слезняком побежал ну может быть и хорошо что он немножко немножко с линии уйдет танк снова получает очень тяжело надо добить и на танк и вешать защиту конечно же тут восстанавливаемся да ё-моё извините а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемый, сейчас у нас отвлечение будет Кто-то еще в офисе У нас опять там сигнализация, охрана, все дела Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Призрак легкое ранение, да, танк уже не очень здоровый, мягко говоря Мы можем ему, кстати, добавить еще что-нибудь Либо сейчас ставить спасение времени, что правильно Спасение времени надо ставить Это и защита, но это после того, как он доспехи скастует Здесь вертухан нужен Главное, чтобы этот не умер, блин И дракон-то просто дикий Ну вертушка, вертушка Так, давай ты в инвиз ведешь Паралич сразу не выкидываю Танк, скорее всего, не выстоит Да, вот эти вот три человека мне так мешают Вы бы знали Так, маг пришел в себя Что он может? Он должен стрелять копьем Легкое ранение у него У этого Товарища стой кидает доспех По новой траектории, чтобы точно попасть Ой, что-то капает сверху Так, бобер Блин, мне кажется, сейчас будет что-то плохое И стоит, наверное, разбежаться Ай Раз И он просто бьет Это такой эффект Танк минус Делаю резурект Кроме танка тут никто ничего не сможет сделать Бобер, нет Надо было вот так восстанавливать выносливость Бобер бежит Лучше, чтобы Так танк встает Выносливость восстанавливаем Какая грязь-то, а Какая грязь Беги, бобер Этот застанен Не убежать, бобром Не, ну я могу, конечно, выстрелить по нему Попробовать попасть После этого уже отталкиваться от Не, я до конца буду отбегать Беги сюда Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай Стоик, что ты можешь Что ты можешь Уже особо ничего не можешь Кроме ауешного восстановления выносливости И бафов на будущее Особо делать нечего Там последовательность запилили вроде как Не-не-не-не-нет Разворачиваемся, стреляем Сколько там вероятность? 0%? Почему? Потому что страх, наверное, да? Испуг Да нет Видимо, потому что он вблизи стоит Не знаю почему Танк бежит Стойком попробую Бобра Увести оттуда Бобром попробую второе дыхание Здесь наши состра... Держись, бобер! Все Я сейчас умру Ну, а как тут? И Экт умер Резуректов нет Последний ход Так быстрее, кстати Ну, я там, типа, не умер, но Я уже не спасу Бобра Убили, наконец-то Собер упадет Резуректа точно нет Не в свитках, не так О, смотрите, какая штука Прикольно Прикольно-прикольно А давайте еще попробую Последний разок Блин, вот уже два часа я на нем сижу Два часа Ну, никак не могу прийти к Ситуации, когда Когда я с ним остаюсь Вот один на один Когда вот все, типа, хорошо Нету такого Увы, нету Либо кто-то лежит Либо кто-то Находится не на своем месте Либо одно из двух Зачем ты его пытаешься убить? Для челленджа Чтобы Чтобы справиться Хочу, потому что Его убить Эту скотину Которую меня Эверест мой Вообще Вот этот Энергетическую защиту Лучше заставить На На потом 75 Точно С нормальным Так, стой-ка Давай-ка так 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 вот Вы подходите, барсуки Ауэшечка зашла Какая Уэшечка зашла Нормально Прорвемся Главное, чтобы не было Парализации Остальное все Терпимо Так, бобер попал Стреляем так Стоим, ждем Вероятность попадения Крайне Мало Ооо, вот это плохо Что-то там сразу Произошел такой конфуз С выносливостью Мне сейчас дотянуться Просто сейчас Будет проблема С этими призраками Что двое Один из них Один из них Прошел дальше И Будет меня Ферроризировать Я Давай-ка сделаем Точности Выносливость Потому что Ну явно Тут нужно Почему ты не хочешь Делать Вот, молодец Все Все Очень плохо Бобер хоть и попал Но он Попал То есть Ему нужно еще разок Выстрелить При этом Желательно выйти Надо найти Такую жертву В которую Просят попасть А почему-то Не просто Нифига Попасть 70 70 Где было это Не понимаю Давай 70 Ок Стенка пошла Тут тоже Надо стягивать Желательно Под стеночку Желательно Повыше Кстати Все равно Вот так Как-то Их Цеплять Пытаться А там Уже Идут Там Уже Идут Монка Надо отводить Дракон Вообще Уже Уже Вообще Эдр Под станом Бобер Перегружается И Минус Два Сразу Так Если Принципиально Поменять План Допустим 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 Я бобром Начну Захватывать Обычных Например Призраков Даже Начну Захватывать Первый Выстрел И пробовать Одного Второго Третьего Четвертого Что там По вероятности Я Ну Надо Как-то Принципиально Шаблон Поменять Потому что Тут Слишком Слишком Ну Непонятно Просто Непонятно Как стабильно Доводить До нужного Может Реально Числом Возьмем Числом Возьмем И все Тут Ой А как ты Так быстро Гад Ребята Вот на Этого Я разок Выстрелив Все-таки Стойк Молодец Я не знаю Что у них По воле Вот в чем дело Но скорее всего Я смогу Их Захватывать Попал Раз Было бы Ауешные Вот если бы Я прокачал Ауешные Чарм Это было бы Вообще Круто Такой Ну бас Прокачал бы Реально Ауешные Чарм И все Тут сразу Хопа И все на дракона Блин Может сходить Переучиться Блин Вся эпопея С этим С едой Еще начнется Опять Не Наверное Не стоит Давай Блысуй 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 А тебе Все равно Нужно Собирать Пацанов В кучке Влевый Но в кучке У мага Еж У мага Есть Что Можешь Только Не Бобром Захватывай Переманивай Тех Кто Около Дракона А как Точность И как Зачем Магам Если Ну короче Чушь Стой Куда Осталось У меня Залагало Тут От Эффектов Этих Многочисленных Не Переманивай Да Ладно Или Нет Или Нет Переманил Переманил Все Нормально Все Призраков Захватываем Правда Это долго Капец Пока Я тут Захватываю Не Лучше Как раз Извините Но Я все Так Вернусь К Дракону Не 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 Нет Сейчас Один Второй Третий Давай 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 Обезопасишь Себя Все Будет Нормально Не Не Сдавайся Так А что я могу Сделать Для Я Вот Эту Штуку Могу Следующую Сделать После Так Еще Один Призрак Кто Тут Самый Вообще Жесткий Наверное Призраки Все Что Все Все Остальная Такая Мишура Слизняки О Там Уже Зашло Слушайте А может Быть Норм Да Сейчас Всех Призраков Перезахватываю При этом У меня Серьезных Проблем С Средоточенностью Может Быть И Получится Наверное Не Стоит Пока Рановато Желательно Призраков При этом При всем Не бафать Вестник Смерти Еще Жестный Должен Быть Так Тут Вроде Сражаемся Потихонечку Алот Поставит Сейчас Стену Пошла Стена А у них Точно Когню А к чему У них Еще Конечно Когню У них Нерезистов Мало Танк Сверху Нормально Стоит Этот Не потратил Ты Можешь Призрак Призрак Злобный Дух Надо Подставлять Надо захватить Хотя бы Кого-нибудь Из мелких Так Я не понял Что произошло Вестника Смерти Надо захватить Призрак Призрак Сражаемся Там Фаербол Полетел Тут Щиты Пошли Давай Минус Урон Сколько Они там Будут 4 секунды 6 7 Секунд Ой Упасно Да Мне их же В конце Конца Надо Убивать Правильно А этого Я не захватил Невосприимчивость А нет Захватил Вестника Смерти Хорошо Этот Почти Умер Тут Фаербольчик Пошел Бобром Надо бы Кому Шмальнуть Тут Фаербол Еще Один Главное Что Перед Этим Ой 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 Что Тут Как Тут Почему Тут Почему Тут Так Выносливость Один Застанет Другой Другой Нормально У него Все Последний Удар Вряд Там Хорошо Все Месяцем Аккуратно Бобер О Призрак Кажется Он Протачил Да Протачил Призрак 75 66 Стреляем Так Тут Еле Живой Упырь Мне Не нравится Все равно Ситуация Совсем Не нравится Потому что Там Еще Дофига Осталось Упырей У меня Скоро Будет Скинуться Баф Я Дракона Уже Не Возьму Ладно Допустим Я Стрельну Допустим Я Захвачу Допустим Навестника Например Смерть Будет Будет Отвлекаться Здесь Скорее Всего Надо Будет Запилить Еще Один Фаербол Потому что Надо Запилить Еще Один Фаербол Тут Подойти Уже Ближе К Бобру Почти Сдох Почти Один Фаербол Делаю По нашим Не пойти Тяжелое Ранение 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 У меня Все живы Относительно Здоровы Бобер Сейчас Зарядит Выстолет В этого Вдвоем Мы докоцаем Этого Сейчас Убьем Ледяной Блай Довольно Простой За выражение Но потом Еще Вернуться А Призраки Уже Вернулись Ой 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 Надо Танк Возвращать Он Просто Ваншот Он Просто Ваншот Дракон Я попадаю По нему Там Эдр Парализованный Мне как раз 40 Для попытки Его захватить Что по Бафам Дебафам Молитва Против Страха 6 секунд Еще будет Работать Здесь Паратачим Может Спасем Если Успеем Конечно Давай Второе Дыхание Попробуй Самостоятельно Пожить Еще Какое То Время Тут Парализ Блин Давай Учитывай Что у тебя Выносливости Мало Протач Так Ты После Этого Второе Дыхание Тоже Не попал По призраку К сожалению Ой Куда Пошли Куда Пошли Кайчу А Умер 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 Алот Пробую Попасть Попал По дракону На 25 секунд Захватил Вот это Хорошо Есть Возможность Алота Сейчас Воскреси Перегруппироваться Надо Мешает Эта Скотина Конечно Тут Блин Вообще Всеми Надо Отойти Всеми Отойти На пофиг Направо Как-то Вот так Вот А как раз Под сплэш Дракона Мне в любом Случае нужно Сейчас Останавливаться Главное Стойка Не теряй Главное Не теряй Стойка Так Бобер Стреляй По Парапапарам Потому По кому Ты можешь Стрельнуть Ой Ой Там Блин Жесть Свертушки Его Блять О Не дай бог Сейчас Давай-ка Лучше Так А Ес О Я уж думал Его убили Срочно Воскрешаем Алота Ашот Где ты Ашот Наверху Жж Хорошо Так Тут Танк Главное Этот Еще Есть Бобер Стреляет Стоик Восстанавливает Легкое ранение Вот этого Надо Упряда Бить Блин Так Ты возвращайся К нам Чтоб Все на Дракона Полезли Так Ты Стой Здесь Ты Атакуй Так Стоик 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 Резурект Пошел Да Ой Хорошо Хорошо Главное Чтоб Рано Дракона Не отпустил У меня 20 секунд В запасе Тут Один Только Призрак Хороший Остальные Все Раненые При Смерти При Смерти Ранен Ранен Тяжело Ранен При Смерти Легко Ранен Он Близко Этот Тяжело Ранен Хорошо Вот Еще Если Дракон Этого Убьет Он Прям На Него Идет Не За Фейли Прошу Межган Ну Я Очень Тебя Прошу Бобер Перезаряжается Бобер Стреляет Попадает Раз Бобер Продолжая Продолжая Самое Главное Тут Давай Второе Дыхание Не Будем Лохматить Бабушку Туда Ты Идешь Дракош Ну Вон Смотри Как Так Убили Призраком Встает Так А вот Сейчас Очень Внимательно Потому Что Первое Утверждение В любой Момент Времени Может Дракона Отпустить Я Скорее Все Должен Быть Готов К Этому Я Могу Его Захватить Нам не Ослабление Воля Стойкость Наверное Прямо сейчас Уже нужно Пилить Восстановление Выносливости И делать Бафы По всем Фронтам И укреплять Все это Дело Здесь Мне как раз Нужно 4-5 Заклинаний За 20 Секунд Скастовать Их Нужно Все Обновить Кроме Повышения Точности То есть Начинаем Сразу Живот С этого Но Повышением Точности Кстати Надо Закончить Просто Главное Дракона Не бафать Еще Тут Закура Тупит Дракон Иди Вообще Иди Отсюда Нет Не там Тоже Не там Просто Стреляй Давай Как Вас Становимся Лучше При помощи Старого Доброго Второго Дыхания Можно Зарядить Еще Фарбольщиком После Господи Как же важно Этого Добить А 11 секунд Потом Чтоб Дракон Отошел Ранение Ранение Здоровый Убер Пока Перезаряжается Хорошо Что еще Потихоньку Пить Бутылки Да Те Те Которые 45 Плюс Не Лучше Помоги Добить Блин Даже Дракон Не может С большим Ледяным Блайдом Нормально Справиться Так Стоек Скастовал Так Кастуем Еще Доспехи И Блесс Обычный Потом Святое Сияние И Это Бафф На 10 Секунд И К этому Моменту Должны Накидываться На Дракона Фаербол Кастуется Так Подруга Ты будешь Слепить Потом Может Ты пойдешь Сразу В тыл Поможешь Если что Этого Убить Мне надо Этого Добить Чтобы Дракона Следующих Целей Не было 8 Секунд Осталось Всего Лишь 3 Парализации Ёп РСТ Бобер Попал Стреляем По дальнему Здесь Место Парализации Надолго 3 2 3 2 Алот 6 Алот 6 Может Стоит Забить Продолжать Бафаться Забить Продолжать Бафаться Так Ты Бей Не надо По всем Не надо По одному Фух Так Он убил Его Там Фаербол Слева Залетел А это По всем Вообще Так Я должен Прийти С танком Под щитом С бафами Аурами Под защитой Бобра Бобера С меткостью Плюс 20 Мне нужно Еще пару Выстрелов Сделать Бобром Успеть Этого В первую очередь Добить Дракон 5 секунд Надеюсь Сейчас он Отойдет В безопасное Расстояние Бобром Лучше Стрелять По По этому 61 Что там Страх Что ли Почему Опять У меня Проблемы Надо Реально Танком Забегать Дальше Уже После Доспехов Я пойду Прям Перед Драконом Встану Чтобы Он был Спередем Нельзя Пока Делать Этого И этим Упырем Наверное Тоже Пойду Этой Дурочкой Зарим Или Успеть Давай Попробуем Успеть Добить Этими Двумя 3 секунды Ребят Так Нет Вы Бежите Так И так Обер Стреляет Поэтому Обер Чит Слишком Близко К Танку Стой Ну че Что делаешь Давай Нет Не меткость Не меткость Не меткость Нет 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 Это Глупость Я сделал Давай Длительность Главное На бобра Чтобы длительность Работала Хотя И на танка Надо было Не успел Я немножко Он добивает Чувака Который парализует Ох Танк Заходит Спереди Дракона Наш Вор Зайдет Зарим Ой как страшно Так Господи Одна из шесть секунд Одна и две Неудачно конечно сейчас получится Боберка же стрельнул и промахнулся Что немаловажно Ему нужно Себе точность получить С верхнего Тут закрепили Дракон враг Делаем последнюю Вот эту вот штуку Да Тут атакуем Так Кто там остался Двое остались Ну еле блин живые Еле еле Так давай-ка Ты вот этого С вертушки Вбирай А тебе нужно Назад Заходить Из инвиза И слепить его Аллот Хорош Давай закидывай так Блин Сейчас может быть ваншот Представляете Я иду 15-20 минут К одному месту К одному месту Известному Привет Devil's Wife Жуть Вон разворачивается на танка Делаю защиту сразу танку Не успел пропить его вовремя Не надо пропивать Выносливость и здоровье Ой как танк танкует Смотрите вообще Блин Держись друг Держись Вероятность попадания бобром Низкая Мне кажется там испуг у меня опять Не помещаются Темы Тут перелом Нет испуга Нет Сейчас правда меткость повыше Чуть будет Сейчас еще 20 Я еще точность Будет где-то под 50 У бобра Ох Твою ж медь А Тяжелое ранение При смерти Так хорошо Стоик Давай-ка внимательно Какой сейчас каст сделать Внимательно Кто с тобой рядом стоял всегда Алот И жалон мало Доспехи есть Мрачные есть Обычного благословения Нет Делаем обычное благословение На всех конечно же Бобер с точностью уже 27 Сейчас у него будет еще Благословение Или ему добить разок Давайте я добью разок Соточку Чтобы получить Вот это вот так Алот стреляет так Я хочу танк например Обезопасить Дэн Так что ты можешь сделать После Ну после благословения Будешь думать что делать Заклинание есть Выбор хороший Главное не торопись Сейчас Прошу тебя Внимательно за каждым Движением следим Тут пропиваем Выносливость с силой Тут стреляем бобром Там кастуем копье С разъедающим уроном Тут пьем у него на глазах Так мы же пришли Вот сюда надо с этим Давай сделаем ослепление И дракона бьем Вообще всеми надо дракона бить Ну монкам бесполезно Кстати Ну ладно Пофиг Танк выпил Танк пьет Дальше Нет Где выпил-то ты? Надо консольку сейчас читать еще Пробивает Я дарю 76 урона По крайней мере Блин не ваншоты Это восстанавливаем выносливость Защиту понизили Кстати ему Каким образом? Ослепление работает Ой, сейчас хороший урон должен быть Защиту первую понизили Ну как хороший урон Не очень хороший Так, докидываем еще так Ослепление работает У меня правда больше его нет Зайду со спины Я буду монахом тоже дракона бить Не хочу я терять Бобер попал Бобер попал Ну смотрите что можно Я могу сейчас навесить Защиту на танка Но после этого Надо еще разок стрельнуть По Наверное этому Нет Защита по танку Да А потом стрельба По драконам Защита там Конская Насколько я помню Восстановление выносливости Вычет урона Выносливость 150 Вычет урона На полминутки Живи друг Живи Еще вычет урона Сделаем Ой Живи Прошу тебя У меня есть второе дыхание Еще Тут блэст зашел Сейчас внимательно Каким образом мы можем Сейчас Дракона надо бить На самом деле Как бы Уже пора То есть мы сейчас затарили Закинули Закинули Затарили Надо следить за Ужас есть на нас На нас есть ужас И видимо из-за этого У нас такая хрень Защита от ужаса Идет Главным образом На бобра На танка пофиг Это очень важная Сейчас штука Я даже наверное Скастану Мне нет Скастовать Другим способом Так Бобер Кастует Давай-ка здесь Лучше Второе дыхание Да Пошел щит На нас Ой Что он Надеюсь он По одному бьет Уоу 145 При том что на нем Щит был Хол и щит Так Нужно еще более жесткое За щитом Сила восприятия вычет урона на 5 Сила восприятия нет Доклонение может быть, а? Но это на всех Такая боль Хорошо, что я сделал еще второе дыхание Но тут надо явно пропивать бутылку Надо пробивать ему сзади Тут кое-как Бутылку выносливости не передать Увы Что я могу? Что я могу? Копье продолжаю кидать в него А сколько Аллот промахнулся копьем, да? Бросок 4, ну понятно У него ослепление скоро пройдет Бобер просто стреляет Да Но он попадет 1 к 3 Я пожалуй все-таки Выстрелю пока по этому Пока страх мы не сняли Может я успею Снять страх Он еще отталкивает Это еще хуже на самом деле Вот эта штука меня ваншотнула в прошлый раз Блин, как хорошо, что я Танка ему за спину завел Так, выносливость, выносливость Аллотик 10, кто попал? Дьявол из корока Это ассасинша наша Вообще Давай, давай Легкое ранение у него Легкое ранение Мне тут крайне маловероятно выиграть Он всех ваншотает Кроме одного человека Его пробивает пара людей Из моей пати Ох, господи, господи Да, хил устойк Сейчас делает просто Просто другое он сейчас делает Это все Может быть зря, конечно, он это делает Может стоило подставить У него выносливость восстанавливается Ну что, страх-то убрали? Не, не убрали Сейчас убрали, хорошо Ужаса нет 52 Бобер может стрелять Вообще изейшее А вот теперь надо точно Что-то делать с танком Допустим Я бы на самом деле сделал На этого Баф на бобра Из этих последних Или оставил на резурект вообще У меня же скоро закончатся бафы еще Мрачное, святое А у меня закончилось одно благословение Это вот надо обновлять На двадцатку точности И можем дебаф на него, кстати, сделать Если подействует Давай так, ладно Попробуй вывести Бобер, давай, бобер Тут капли кинули, попали Пять урона Отлично, блин Пять урона Кидай Выпил, хорош От стихии Да, давай Четыре Бобер тридцать Тридцать бобер Блин, ребята, ну ему хоть бухны Посмотрите, у него легкое ранение Какое количество хп у него Сказать сложно А, ну вот все и закончилось, в общем-то Это был удар хвостом Сразу падают двоем У меня есть резурект Но Сам факт Того, что я могу При долгой-долгой битве Улететь от ваншота Меня, конечно Крайне разочаровывает Да, пацаны выстают Ну не всем Только по бобру я достал Ауешки Мне нужно сначала дальних пробить Ну это, короче, это забейте Это здесь Нереально Просто нереально Ага, смотрите Вот это Все вот два с половиной Три часа, которые были Они укладываются на одной картине Вот если спросят Как там бобер Играл с драконом Вот можете сделать скриншот И показать Как я играл с драконом Абсолютное безрассудство Вот эта вот Непонятная отвага Абсолютно без чувства Собственного сохранения Когда ты берешь Пол Мушкет Который полчаса Перезаряжается И пытаешься Вот так вот снизу Застрелить огромную тварь Которая тебя явно Сейчас ваншотнет Все Иди нафиг Это билдер А как лечить Расскажи, пожалуйста Ты предлагаешь там Ну, короче, матчасть Матчасть не знаешь Если это Про лечение стойком Ты просто не знаешь Матчасть К сожалению Вроде не глупый О, бузы Так, хорошо Значит, у нас Пойдем по кусту Но хп у него реально Очень много Я снял где-то 110 И он все еще был Легко ранен Я 20 минут его ковырял на 15 Ясно Сейчас слабый, да? Да, еще не готов я Не готов я Не готов Стоп, а я же в арсенал должен идти У меня, правда, один только этот Привал Привал есть справа И там, кажется, была закрытая штука Тут душа чья-то В арсенал идем Там купить же можно Что купить? Левел ап За открытый сундук У нашего монаха Выживание атлетико Я не помню, сколько у него там Второе дыхание 55 Вроде у него двойка Быстрые удары были Гигантский шаг нет Оглушающий удар Два за бой Длительность вредных воздействий Ну, старенький Я изнизу, наверное Снизу возьму Нацеливаясь на определенные точки Монах способен Физическую слабость Критические попадания Могут вызвать слабость Ослабление, да? Минус точность А стойкость воли уменьшается Подвижность Сложение Сила Длительная боль Урон на большом расстоянии Нет Можно отклонение взять Но как-то мне Эти быстрые удары Они вроде стакаются С вертушки С моей За одну рану На 10 секунд Ой Какая грязь Такие заклинания Какие-то Странные Очень Такой шарик Попрыгал По-моему Бил кого-то Ну, мага убил В общем, мне в арсенал нужно Давайте с обзорных Водопадов Ливаем Это жуть Просто жуть Так, а что я там еще Другосека должен был Слева найти В разотводе, кажется Можно Перебивочку сделать Тем более В разотводе Я, кажется Не все Исследовал Почему-то Не захватывалось Дракона повторно За передышку Нельзя было Вызвать Самонов Что Нет Нельзя Он Если Вокруг Врагов Нет Очарование Действует Секунду-две Ну и Самонов Нет В конце Концов Так Давайте посмотрим Что у нас По заданиям Вообще-то В южной земле Надо Вообще-то Арсенал Раз Та смогла Что смогла Убежать На этих Хармке Это Кто-то из жителей Скажет Где он Мне же Вроде сказали Что он Находится Вот Кто-то Раслаз На просеке Врасетвуде На запад Отселения Понятно Сейчас Пойдем Полечимся Прокачать Количество Самонов Да конечно Наверняка Можно От Самонов Играть Но Мне кажется Что Там Вопрос Ваншота Будет Такой же То есть Он Может Конечно Поштучно Бить Если Так Будет А может Просто Все Сдуть Прочитаем Душу Ну я Скипаю Отдыхаем Подлечились Может быть Было Лучше Если Б Я Взял Мас Чарм То есть Взял Б Мас Чарм И Просто Зачаровывал По кд Всех Кто Вокруг Хотя Дракон Б Все Ваншот Но Может Быть У Кого То Из Них Был Б Б Хоть Какой То Урон Хотя Нет Маловероятно Маловероятно Крайне Маловероятно Так Идем Раз Этвуд Сори Ну я попытался Попытался Дракушку Завалить Думал Что готов Два левела Получил Но Видимо Девятый Левел Или Десятый У кого Там Как Недостаточно Или Один Левел Получил Сегодня Какой Кракен Смотрите А карту Я исследовал Это Полностью Мне нужно Пробежать Посмотреть Где Где этот Дровосек Дровосек Должен быть Наверное На юге Там Где Собственно Дрова Деревья О В смысле На севере Там Их Больше Может быть Может и Нет Здесь Медведь Был Тут Пещерограф Можно Можно Кстати Кограм Зайти На карте Подписано Да ладно Оползень Алтарь А Роща Дровосеков Ё-моё Точно Я же там был Причем В этой Роще Был 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 Только давайте Я пока Отсюда Не ушел Зайду Кограм Вдруг Там Что-то По квесту Поменялось Всем добрый Вечер А Кстати У нас Старт Сайта 10 Числа В понедельник Все Окончательное И Бесповоротно Матрёный Ты можешь Споводно Походить По нашему Лагерю А У меня Здесь Еще Было Место Которое Я Не Мог Там Сундучок Который Я Не Мог Открыть Кажется Из-за Или Это Кажется Или Н Другом Этаже Ладно Не буду Выжить Сейчас посмотрим Что за Дровосек Этот Да Это Который На бете Сейчас Висит Убил Дракона Нет К сожалению Не справился С убийством Этого Созданием Ужасного А какой У меня Левел Десятый Наверное Девятый Люблю Страдать В бою Замедленный Режим Помогать Серьезно Спасибо Спасибо Я уже Не помню Когда последний Бой проводил Не в Замедленном Режиме О Это он Хармки Я помню Этот Безвольный Подбородок И Костлявые Колени Лучше Успокою Ее Повелитель Огня Как дела Эльф Выходит На поляну И замирает Эльф Любит Дрова Не верю Должны Должны Вокруг Крутиться Не отводя Глаз От дьявола Из Корока Он Высокий И Мускулистый Как два Эльфа Обветренное Лицо Частично Скрыто За Прядами Грязных Волос Его Спутники Поворачиваются Изумленно Разгадывая Бронзового Голема Турова Тень Что это Нечестивое Существо Здесь Сделает Он Сглатывает Застрявший Комой Горля Почему Так Нервничаешь Это убийца Слушай Нам не нужны Проблемы Мы просто Делаем Свою работу Несмотря на Прохладный Ветер На лбу Его выступает Каплепота Я бы К душе Прикоснулся К его Мы были бы Очень признательны Если бы ты ушел И забрал Эту штуку С собой Хватит Что ты видишь Повелитель огня Он поджег Нас Дьявол Раскачивается На ногах Все тело Движется На осях Ее коленей Она говорит С вами Но Ее внимание Концентрирует Концентрированное Копье Сущности Направлено На хармке Прочитать Душу Он отступает От вас Но Ваш сознание Пробирается Через его Дрожащую кожу И слабое Сопротивление Его страха Вы видите Воспоминания Покрытые Снежным Покрывалом Леса Разделенные Упавшими Соснами И елями Дни Измеряются В размеренных Взмахах Топора Есть и другие Воспоминания Которые вспыхивают Как гостеприимный Очаг дома Дети Такие же подвижные Длинноногие Как и вы Но еще Полные шумной энергии Молодость То есть он не помнит Он не участвовал Вы вместе 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 Вы рассыпаете Лепестки Гомомелиса На могиле Вы проникаете Глубже В душу Хармки Проносятся годы Факел В левой руке Обдает Ваше лицо И плечо Жаром Вокруг Стоят другие Мужчины И женщины А нет Вот оно Которые держат Свои факелы Горный воздух Испорчен Едкой вонью Дыма И пота От всех вокруг Источает ярость Источается ярость Вас уже несколько дней Лихорадят Что в равной мере Истощает И бодрит Вы стоите на краю Этого поселка Холодное утро До рассвета Еще несколько часов Но из-за шума Деревня начинает просыпаться За покрытыми Инием окнами Загораются свечи Обеспокоенные лица Выглядывают сквозь стекла Вы начинаете сомневаться И как раз В этот момент Хлопает дверь По улице Разбрасывая снег Бежит житель деревни Из-за худого Белого лица И бледных волос Он выглядит почти Как призрак Линия факельщиков Дрожит при его приближении Он набирает скорость Но никто К нему не подходит Вы представляете Что он пробирается Через шеренгу Расстраивая ваши ряды Словно в дурном сне Который всех вас сюда привел Вы представляете Что просыпаетесь В своей постели От жара А жар от факела Это всего лишь тепло Вашей жены Которая спит рядом Тем временем Мужчина добегает До ряда факельщиков На расстоянии броска камня От вас Женщина выходит Из шеренги И покружает Кинжал ему в шеренгу Остальные ваши товарищи Кричат У вас закипает ярость Воспоминания И кровожадный триумф Вы все пришли С одной целью Вы пришли отомстить Предателям Из холодного утра Следующие несколько часов Окрашены вы Невероятно яркие цвета Вы касаетесь Факелом всего Что стоит А мечом Всего Что бежит Кажется Будто сама Магран Шепчет вам на ухо И движет Вашей рукой Утомление Уже почти охладило Вашу ярость Когда вы замечаете Дом на краю деревни Одно из немногих зданий Которые еще не сгорели Его окружают Корявые ели А дверь окрашена В желтый цвет Желтый Цвет восхода Цвет волос Вашего сына Цвет трусости И в этот момент Кто-то врезается В вас сзади Это мужчина Его вы помните По путешествию В холодное утро Только имя забыли Он рычит на вас В безумии Ослепляющего гнева И вы понимаете Что он принял вас За одного из жителей деревни Вы разбиваете окно Бросаете факел внутрь Мужчина уходит Вам кажется Что в доме Вскрикивает ребенок Но из-за шума Беспорядков Точно сказать нельзя Хармки вздрагивает Когда вы покидаете Его вспоминания Его глаза широко открыты В них видны чувства Вины и страх Говори Повелитель огня Что ты видел Я в конце Только не совсем понял Что произошло Он вроде кинул Факел кинул Все короче непросто Не надо меня кормить дерьмом Ты посмотрел В его убогую душонку Расскажи что он видел Он сжег твой дом Она смотрит на Хармкин Отводя взгляда Вы слышите Только жужжание Механизма в горле Но Хармкин Наклоняется поближе Что? Каково это Ощущать факел В руках В руке Клинок Который ты нес Что ты чувствовал Дикий Нечеловеческий Крик Гулка Раздается Из Странного Механизма В ее горле Эльфы Его спутники Падают на колени Крича от страха С трескому жужжанию Шестерней Она бросается на Хармки Идеише Ну понятно, что здесь Шансов у бедолаг Дровосеков Нет никаких Мы Будем без Кастов Я думаю Играть Кстати, можно Монах одного Подставить Посмотреть Справится ли он Или нет Ну а вдруг Понятно Там такой сплэш Капец Монах голыми руками Разрывает на части 20% скорости Атаки Бах Бах С вертушки Убери его С вертушки Хоп Кия Видели Слабенькая пушка Что смогла убежать Вон он взрывается Это видимо 50% Он задолжен урон Бах С вертушки С вертушки Оп Ай Бобер Не надо так делать Сейчас попробуем Да Хорошо Еще разок Почти Надо монаха пускать вперед Пусть его окружает Пусть Пусть Вроде как В арсенал Мы уже можем Пробраться Потому что Мы знаем Эти Священные слова Ну не священные Ладно Кодовое слово Блин Уже начало первое На этом драконе Три часа Постерял Надо идти Четенько По левелу Реально Начало первое Завтра Просыпаться Найс Ладно Найс Сейчас Последняя битва И будем Загружаться Монаха В общем Нужно Ставить Дикую Жалко Как У них Резистор К холоду К сожалению То есть Ничего Лучше Фаербола Я в данный момент И того Придумать Не могу Во-первых Попадает Мы можем Сделать Детонацию Вот на этом Как она Выглядит Хотя Посмотрим Бах 98 Чистого урона Все таки Эти простые Оказываются Надо будет Аишечку Подправить Бах Бах С руки С ноги Еще Ауешка Срабатывает Периодически Давай Как Сделаем Раз Два Давай Давай Накидывай И захватили Упыря Ребят Давайте Не стесняемся Не стесняемся Раньше С ними Было Сложно Ладно Продут Алота Убили Практически И это В живых Оставил Бас Ладно Подустал я Да и В общем-то Прогресс В первой части Трансляции Был весьма Неплохой Я постараюсь Я постараюсь Лав Лав Лап Что Дали Что Дали Все улучшения Духовной связки Выполнены Авторитет Грейва Стоп 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 Авторитет Грейва Кажется Был Решительность Плюс 3 Это точно Меткость 6 Вот это Кажись Открылось Первое Было Как раз Авторитет Грейва Который Я практически Не использовал Очень Классный Баф На меткость 6 Точность Урон С ума Сойти И Решительность Да Ладно Спасибо За то Что смотрели Спасибо За то Что болели Увидимся С вами До Скорой Встречи Пока Продолжение следует